Почему? А почему врача надо выбирать? И я понимаю, что, ну, несмотря на все наши там усилия, ну, полутора лет, на все эти танцы с бубном, вот оно где-то проходит, ну, просвистывает. Ваня, когда мы с тобой говорили последний раз по поводу вообще всего, что можно из этого сделать, и когда ты сказала, что, ну, там же будут выбирать врача в Чугуеве, там, на этой ярмарке, а, в принципе, у них же это уже с 2004 года работает, для меня это тоже вообще-то было открытие Америки. Потому что я не знала, что с 2004 года, оказывается, вообще сама реформа началась с 2001 года, вот это создание института семейных врачей, это же еще там паращук, еще какой-то щупка. Полищук был, да, министром здравоохранения? Еще даже до него. Ну, потому что он с 2004 года. Да. Просто когда они пришли в 2004 году до Влады, то они этот процесс начали усиливать. Ну, потому что, ну, как бы с точки зрения логики, такая система, она экономически оправданная, она больше всего представлена в мире, то есть есть, да, там, GP, или, ну, врач первичной практики, или семейный врач. Ну, короче. То есть для мира, ну, как бы, это же не изобретение велосипеда, правильно? Нет, это вообще не изобретение велосипеда, да. Это вообще не изобретение, да. И более того, я вам хочу сказать, что в 1978 году в Алмате, в Советском Союзе, был первый конгресс специалистов по первичной помощи. В 1978? В 1978 году. И было там, 100 стран присутствовало, и была там принята Алматинская декларация. Это, на сегодняшний день, ну, как бы, все еще актуальные документы, это золотой стандарт того, как вообще должна функционировать первичка. И на тот момент, действительно, по доступности вся наша система поликлиник, то, что наши доктора как безумно бегали по участку и так далее, да, она, на самом деле, вот в тот момент, она выглядела самой крутой, то есть... Но она, опять же, была с точки зрения крутой, врачи все для людей, да, то есть врачи, я так понимаю, мало защищены были. Конечно, зарплаты, у врачей всегда были самые низкие зарплаты. Зарплаты маленькие. И при этом пахать надо было просто... Да, и при этом надо было, представляете, те времена, когда еще Салковки не было, когда это везде частный сектор, и, конечно... Да, твои родители еще не встретились. Да, да. Представляешь, сколько нужно было обойти всяких домов, квартир и... Та Салтовка, где листы не работают, тоже небольшое счастье. Ну, там хотя бы врач имеет, там, два дома, и у тебя уже участок, понимаешь? Тебе не надо бегать там. Да, ну, а на самом деле, ну, а в том же Чугуеве, да, у девчонки говорят, ну, а мы как, 5 километров туда, 5 километров сюда, пешком же, чтобы побежали. Ну, вот так и было, так и сейчас происходит. Поэтому, конечно, ну, на самом деле, это, поскольку, ну, самоценность врача, с точки зрения, ну, как ее оценивает государство, эту ценность, этого врача, так, как оценивают люди работу врача, именно потому, что это было вот так легко и доступно, это стало восприниматься как должное, и никто даже, ну, не может действительно, ну, понять, а почему же у нас врач, который и домой приходит, и все, тебе это самое, но при этом никто не хочет к нему обращаться. Ну, то есть, конечно, и держать такую армию докторов, ну, государству это было выгодно, потому что это практически бесплатно. Ну, да, за три копейки полный фарш. За три копейки ели, да. Естественно, я помню уже, вот, я выпускался в 88-м году, и идти на участок, это был приговор. То есть, это значит, что ты неудачник, это значит, что у тебя никого нет знакомых, и никакого блата у тебя нет, и денег у тебя нет, и чего у тебя нет, потому что и дохода у тебя не будет никакого, и опыта не будет, и уважения не будет, потому что ты участковываешься. Так это 30 лет тому назад. Понимаешь? Я не знаю. Вообще, когда-нибудь предполагалось, что врач может получать какую-то зарплату? Вот, ну, было ли, ну, вообще, была ли в советское время какая-то градация у врачей? Кто-то получает меньше, кто-то больше. То есть, врач вообще, ну, теоретически мог зарабатывать? Да, мог. Официально? Официально. Ну, конкретно могу привести работу в реанимации, там, где была надбавка за, ну, реанимационную, то есть, там, на 20% за тяжелый труд надбавка. Потом был период, когда платили ночные, то есть, ночные часы, это плюс 50% за платье. За операцию отдельно как-то платил? Никогда. За нагрузку никогда. Это только если ты, например, дежурил в плазне, в праздничный день, это оговоренная плата. И люди, например, я помню, там, в 80-е годы, я просто работал мой братом, они, например, работали на 2,5 ставки. То есть, они работали, к примеру говоря, каждый день и через ночь оставались в дежуре. Так вот, работа эта 200 с лишним часов в месяц. Капец. Да, почти под 300 часов. Ну, вот. Ну, на 2 ставки, да. И можно было зарабатывать рублей 500. О, ну да, хорошо. Да, и поэтому, например, люди, ну, если мы не берем вопрос со взятками, то есть, да, с благодарностями, то есть, люди могли в те времена, ну, это был какой-то короткий период времени, действительно заработать. Но реанимация же было сколько у нас? Нельзя так показывать? Можно. Если их столько и мало. Эксперимент. Можно от всего. Да, хирурги, хирурги, там, анестезиологи, реаниматологи, это те специальности, которые, ну, в бриллиантах ходили только кто. Стоматологи. Нет? Еще раз, но попытка на мебо. Только кто. Глава врачей. Космитологи. Не было. Третья попытка, последняя. Пластические, нет? Так и делали. И экологи. Пластические общения. Общение было в пластической хирургии. Пластическая хирургия первое. Уже если секса не было, то зачем косметить эти? Открылась в Харькове в 88-м году. Первая клиника. Я помню, в каком-то глубоком детстве смотрела документальный фильм о том, как одна грузинка себе изменила нос. В каком-то государственной клинике. Ну, это там 80-е. Это была одна клиника пластической хирургии, была в Москве. Об этом много писали, потому что в Москве был спрос. И, естественно, партийным, женам партийных лидеров нужно было, естественно, где-то рихтоваться. Далеко не было. Кроме как на Кубе. Да, и там действительно была какая-то школа сформирована, какие-то результаты были. А в Харькове первая косметологическая клиника на Москалевке открылась в 88-м году. Я пытался туда распределиться. Ну, тоже, наверное, надо было быть, не знаю, там, ребенком. У меня не получилось. У меня не получилось. Ну, да, это блатный он должен был быть. Так мы вот грилянтовые гинекологи. Вот роды, вернее, даже не столько роды, но за роды, да, было все-таки. И вот я когда рожался, то есть где-то 25-50 рублей роды, в зависимости от того. То есть благодарили всегда, да? Ну, во всяком случае, старались. Но это считалось принято. Ну, а что касается, например, вмешательств, то есть, ну, как-то, как-то вот, не знаю, женское здоровье, ну, андрологи тоже, и мужское здоровье, и женское здоровье. Половая сфера была в части, короче. Ну, это вот эти бриллианты, грубо говоря, это были официальные доходы? Или это вот исключительно то, что, да? Нет, конечно. Ну, это вот такая бесплатная, бесплатная медицина в действии. Да, по идее, реформа, она же должна решить вот для врачей, по крайней мере, как выглядит на бумаге, она же должна вроде как решить вопрос оплаты, потому что там, по-моему, 210 гривен за пациента. Ну, уже говорят про 230-250, на самом деле это неплохие деньги. Если организовать правильный бизнес, то можно действительно зарабатывать в три раза больше. Вот, если сесть, посчитать и делать общие практики, например. Ну, это мы обсудим потом, чтобы не выговорить идеи. Ну, на самом деле, честно, я, в общем, нашла бы и вырвала бы ноги тому, кто придумал фразу про деньги идут за пациентом, и вот почему. Потому что, ну, пока не объяснишь, что это значит, в голове у, ну, как бы, рядового человека, ну, я проверяла, это означает, что, ну, ты приходишь и платишь. Ну, то есть пациент пришел и платит. Вот гроши идут за пациентом, ну, понятно, что пациент приходит за грошину. Вот, а на самом деле же, как бы, ну, речь же совершенно не об этом. Еще штука, которую никто не понимает, это вот, когда мы говорим про 210 гривен или там 240, ну, коэффициентом, да, действительно, обсудим за пациента, что это не за прием, да, а что за контракт, что это год, вот, и что это совершенно другая, ну, другой принцип, ну, оплаты. А если вот говорить поступательно, вот развивать тему, мы сейчас говорили о советском времени, как работала медицина в советское время, вот, начали с того, что, в принципе, оказывается, в 2001 уже какие-то изменения там реформаторские произошли. Метры семейной медицины появились как раз в 2001-2002 году. Ну, я просто скажу честно, что вот визуально, или там, когда касаешься этого, так вроде ничего не изменилось, те же поликлиники, те же тоже, смотри. Потому что, потому что, я сейчас договорю, то же желание найти своего врача, не зная о реформах никаких, вот, есть дети, детей должен кто-то лечить, я не буду ходить, я там сходила несколько раз в поликлинику, и поняла, да, поняла, что это совершенно дохлый номер, и я участковому не нужна еще больше, чем он мне, вот, вместе с детьми. Поэтому нашли врача, лечимся, дети растут, она их знает там чуть ли не с самого рождения, и реформа для этого мне не нужна, в принципе. Но я понимаю, что... Врачу нужно? Во-первых, врачу. Да и тебе нужно, ты же два раза платишь. Да, во-вторых... Ты чувствуешь, как ты платишь два раза? Не, не сильно чувствую, ну, мне тоже эти вещи надо объяснить. В каком месте я плачу второй раз. Первый раз ты платишь в виде налога. Да, да. А второй раз, когда ты приходишь врачу, которого ты выбрала. Да, совершенно верно. Но я вот выбираю врача, я на это сознательно иду. Это потому, что ты можешь. Да, так вот я хочу сказать, что таких, как я, не много, и опять же, в принципе, ты не такие большие затраты, с одной стороны, а с другой стороны, ну, как же, это же здоровье детей, как же тут можно вообще задумываться о таких вещах, сколько раз я плачу за него. А с другой стороны, собственно, почему бы... Знаете, чего хочется все время? Ну, конечно, по поводу здоровья детей, чтобы все было понятно. Тема отдельно нужно затронуть, потому что мне кажется, что ты как мама, например, да, вот, тебя заботит, здоровье твоих детей. А если посмотреть нас, как следы общества, а заботит ли нас здоровье, в принципе, детей в этой стране? Ну, можно сказать, по факту, по отношению... Самые бедные больницы, детские больницы, самые, ну, самые обделенные, во все времена, самые, ну, как сказать, недооцененные, это всегда были педиатры, всегда. В бриллианта ходили кто, как мы договорились. Вот удивительный разрыв просто. Между рождением ребенка и... В доме, да, то есть можно было сильно увидеть разницу между детскими врачами, которые обслуживают детей, и между людьми, которые принимают труд. Да, вот, это, конечно, породило кучу перекосов, но на самом деле вот эта вот война... А с чем вы это связываете, ну, или связали бы? Ну, потому что, мне кажется, что как раз вот именно у нас в целом люди не привыкли платить за детей. Ну, это еще с советских времен. И вот с собой как-то понятно. А то и самое выросло. Да. А что касается... Наверное, это какое-то культуральное веще, потому что как бы, с одной стороны, все декларируют, я за ребенка все отдам. Но вы посмотрите, вот на уровне государства, там, 25 лет независимости, ну, столько бабла на руках у наших... Можно власть. Да, у нас нет там центра по пересадке костного мозга, люди собирают деньги, ездят в Белоруссию, за границу. У нас нет онкологии, у нас нет доступной хирургии, у нас нет многих вещей для детей. У нас 100 тысяч сирот живет в стране. Самое потрясающее, что у всех же есть дети, и у нас нужно власть им есть дети. Поэтому я могу сказать, глобально на уровне общества. Мы живем в обществе, где обществу на детей наплевать в целом. Ну, это касается, наверное, всего. И школы, как они занимаются в школах, как они сидят, как они получают нагрузку. Да, в совсем небесплатном классе учиться, я говорю, не знаю, у меня разрывается мнение. Смотришь на переменах, все в телефонах. Я понимаю, что это недопустимая вещь. Возрастные, если я отберу телефон, они сбегают начнут. Ужас вообще, какой кошмар. Учитель делает выбор, то есть она знает, что это вредно, что ребенку нужно сбросить. Но она-то понимает, что вот это вот бегание, это не что иное, как утилизация засидевшихся всяких метаболитов. Ребенку нужно перевести умственную работу, то сидячий образ в какую-то энергию движения и утилизировать все это барахло, которое накопилось. А бегать нельзя, потому что упадет поранее. Так следить же за ним надо. Вот. Более того, нужна безопасная среда. Так все же можно, можно же было бы, если бы школа думала и вообще взрослый, да, то есть можно было бы, в принципе, иметь неких там плей-терапевтов и людей, которые могли бы на переменах бегать вместе с ним. Бегать, заниматься, увлекать и так далее. Можно найти массу форм, как работать с детьми, но опять же, вы должны его научить читать, вы должны научить его писать, вы должны все. А чего дети оказываются у гаджетов, у этих телеэкранов, у скрина, да? Ну, потому что вот он прилип туда. И спокоен. Можно перестирать, можно там домашние дела. Он зафиксировал, как в манеже. А что я могу сделать? А вот давайте мы поступательно все-таки. Было советское время, потом 2001 года оказывается какие-то изменения произошли. Нам надо развенчать, все же говорят, тут в советском все же было окренительно. Нам надо это полностью охренительно. Нам надо это разбить полностью. Расхренячились. Ничего охренительно не было. Не, охренительно было, потому что бесплатно. Так вот тебе бесплатно. Ты пришел выражать. Ты бы занесла. Мадоши не бесплатно, так еще избирательная. Это же не было все одинаково для всех. Вы все равно, понимаете, все равно, вот уже, вот я застал Советский Союз, да, вот я это помню. Я помню ребенком. Да, мы в поликлинику приходили. Не было даже в мыслях, где-то кому-то что-то как-то. Но когда начинались какие-то они формают отношения, больничное нужно было сделать, уехать куда-то было. Все надо было крутануть. Понимаете? Или ты захотел идти, ты знаешь, что там Мария Ивановна хорошо оперирует. Все. Ты должен попасть в Мария Ивановна. Это было всегда. То есть вот к хорошему врачу было лучше. Шли на врача. А шли на врача. А раз шли на врача, уже создавалась определенная схема. Уже просто так не заходила. И может быть, пресс-куранта в кабинете у Марии Ивановны не было, но как-то люди узнавали, что это там стоит 100 рублей. Понимаете? Ну, я могу на своем, например, там, недавнем опыте просто сказать, к чему оно пришло. Извините. Я просто работал, ну, вот, в разные моменты. И я прекрасно помню, как мы стали получать гуманитарку нормальные антибиотики, там, 89-90-м году. Но когда люди доставали антибиотики, вот я работал там в больнице скорой помощи, 92-й год, ну, считай, что еще советский СССР. Все, уже ничего не было в больнице. Уже люди доставали, покупали. Может быть, ну, не так все дорого стоило, да и потом не было, ну, доступа к хорошим препаратам. Понимаете? Когда мне, главная сестра, ну, старшая сестра отделения, я назначил на перитонит, там, 24 миллиона пенициллина, хотя, в принципе, сам пенициллин под вопросом его эффективность, ну, другого ничего не было. А мне пришла и сказала, нет, только 12, ты мне сейчас всю аптеку за месяц расходуешь на одного пациента. И мне запретили прописывать столько, ну, дозу антибиотиков, сколько, ну, я считал, как врач необходим. Я это все помню. Понимаете? Я помню, сколько, как пациенты умирали от внутребольничных инфекций. Они и сейчас умирают, просто об этом никто не знает. И поверьте мне, в гораздо большем количестве, чем, например, гибнет вату. Так это вы помните, вот я недавно был в больнице, тоже в очереди сидела, бабушка говорила, что вот все, скоро медицина платная будет, скоро придется платить за все и там жаловалась. Ведь память вообще удивительная вещь. Да, память избирательная. Вот, но память избирательная, но может быть, этой бабушке, к счастью, не пришлось никогда госпитализироваться и никогда ее родственники не попадали в серьезную ситуацию, когда нужно было, ну, действительно, встретиться с настоящей медициной. Ходить в поликлинику, вот, действительно, ты можешь сесть и сидеть, пока тебя не примут и ничего не заплатят. И ты никуда не присешься. И даже проигнорировать, например, эти там 10 гривен какой-то благотворительной помощи. Ну, можно, в конечном итоге, можно, если захотеть, получить бесплатно, не очень вежливую помощь и так далее, но, в конечном итоге, ну, что тебе, возможно, конечно, в данном случае эффект нацепа. Раз я уже к врачу попал, меня послушали, мне уже легче, я уже отметился, То есть, это у многих, ты, особенно, бабушек. для меня, честно скажу, вот, если говорить о медицине как таковой, то есть, при всем, при том, что я занимаюсь первичной сейчас помощью, да, я понимаю, насколько это важно с точки зрения глобальных вещей, там, экономических, и для пациента лучше не попадать в больницы. Но на самом деле уровень медицины, он, ну, как сказать, определяется именно всей логистикой, скоростью и возможностью быстро и своевременно оказать помощь в неотложном состоянии. То есть, это как маркер, Как это работает? Это как маркер. Если есть неотложная помощь, это как на войне. Если есть медицинская помощь на поле боя, то больше шанс довести раненого до госпиталя и сохранить ему там конечности, сохранить ему жизнь и иметь меньше осложнений, чем ты будешь истекать кровью какими-то подручными средствами, тебя будут вести там полдня. И, конечно же, ты приедешь в шоке, в декомпенсации и так далее. Так и здесь в медицине. И потом, ну, опять же, про профилактику даже смешно говорить. Вот, кстати, в реформе есть что-то, что изменилось по отношению к профилактике? Да, конечно. Есть такое направление, это что называется общественным здоровьем, паблик хелс. Паблик хелс есть во всем мире. Я что-то вспоминаю, это наши рученьки писали, наши рученьки выстали, в школе там встал, гимнастика, разминочка. плакаты про профилактику туберкулеза и чего-нибудь еще. Это единственное, что я вижу. Либо гимнастика рабочая. Давно. Уже полдня как. Так, давайте же разбивать мифы о советской медицине. Давайте, давайте, давайте с чем-нибудь одним закончим, потому что мы так скачиваем, как... Так вот, я же пытаюсь поступать на возниклистики. Ну, окей, хорошо. Мы... Про платность и бесплатность. Давайте так уже какими-то блоками, да? Ну, в советское время или сейчас? Да, вообще. А давайте советская платность и бесплатность. Можем на самом деле на разные эпохи. На личных примерах даже, да? Ну, я думаю, что у каждого вообще есть своя... У меня есть прекрасный например, про пенициллин. У меня есть прекрасная история про бесплатность. Это история пятилетней давности, да? То есть это вот уже как бы там давно не советская эпоха, но еще, значит, это... Ну, то есть вот у нас бесплатная медицина, да? Вот. И... Ну, что-то мы оперировали папу. Операция на сердце в одной из киевских клиник, не частных, государственных. Прости, какое время это? 5-6 лет назад. Вот. Ну, и, естественно, эта операция платная. Естественно, мы там договаривались, в общем, какими-то там непонятными вещами, как каналами. Но самое ужасное в этой ситуации это два момента, три. Первое, это то, что окончательно сумму мне называют уже после операции. И я вот иду в кабинет к хирургу... А ты к ней не готова? А я не знаю, буду ли я к ней готова или нет. Я искренне надеюсь на то, что вот тех денег, которые у меня есть, их хватит. И я не понимаю, что я буду делать, если... Ну, если нет. Вот. На тот момент это... Ну, это вот доллар еще тот, да? И это, в общем, сумасшедшие для меня деньги 25 тысяч гривен, ну, какие-то просто, ну, нереальные. Но окей, я их нашла. Самое забавное то, что... А мы же там разговариваем друг с другом, да? Там родственники пациентов, там все, все. И, ну, как-то в процессе выясняется, что вот аналогичная ситуация для еще одной семьи, обойтенную аналогичную операцию, входит в 40 тысяч гривен. А еще для другой семьи в 5 тысяч гривен. То есть происходит какая-то такая сверх... Ну, типа... А сколько вы можете? Приз Куран. Да. Но даже и это не самое гадкое. Самое гадкое то, что вот бесплатная медицина, я плачу эти колоссальные для себя деньги, я их там где-то занимаю и так далее. Вот папу увозят уже там, значит, в операционную готовить. Ну, то есть процесс уже там как-то начинается. Тут мне звонит там кто-то из там, не знаю, ассистента или там как-то называется и говорит, ой, а вы знаете, а у нас же этих артериальных зажимов нет. Или как там это называется, вот, которые для... Ну, клапаны, зажимы. Вы не могли бы где-нибудь их, значит, там найти. Раздобыть? Я с оглашенными вообще, с выпученными глазами, я мячусь по Киеву в поисках, значит, этих зажимов, потому что в соседних аптеках их нет, созвониться друг с другом эти аптеки не могут и так далее. Вот у меня вопрос, если я заплатила за расходники, за операцию, за это, можно включить хотя бы в прайс, да, ну, как бы эти вещи? Я хочу, ну, окей, государство не может оплатить эту операцию. Прекрасно, чудесно, мы это уже поняли. Можно мне сообщить этот прайс на входе, да, включить в него это все, не ставить под угрозу процесс, я заплачу за эти расходники еще сколько там, но я не буду бегать по Киеву с мыслью, что я там не добегу, не успею, не найду их, не пилю и так далее. У меня всегда в такой ситуации вопрос, а люди, которые, ну, люди, там, врачи, да, которые вот в процессе, они относятся к этому, как ставить под угрозу процесс? Нет, я думаю, что на самом деле, ну, как потом, когда я уже не в процессе, я подозреваю, что наверняка они у них были, они тоже, что они сумасшедшие, никто же рисковать не будет, ну, я так, по крайней мере, на это искренне надеюсь, что где-то там все-таки было нужное количество этих зажимов, ну, бог его знает. Ну, вот как-то так, поэтому, да, про бесплатность. Ну, понимаешь, какая ситуация, вот вопрос о бесплатности, тут, ну, мне кажется, сама порочность была заложена действительно в советские времена, когда, ну, по каким-то, ну, непонятным причинам, труд врачей был оценен крайне-крайне низким. Ну, есть такая миф, что Сталин сказал, что хорошего врача народ прокормит, и поэтому... Ага, народ принял, да. Народ принял, Получился такой общественный договор, что, в общем-то, где-то в какой-то степени благодарность пациента врачу, она, ну, не порицалась. И я помню те времена, когда большинство врачей говорили, ну, сколько вам не жалко, сколько у вас доктора было он должен... Но есть еще такая тема, когда врач до операции не берет делюнии. Да, это было... Ну, это что я верю. Или до родов. Ну, смотрите, если взять советские времена, то, в принципе, ну, там, все работали, старались на полторы ставки, все дежурили, как мы с вами договорились, в принципе, были какие-то более-менее деньги, благодаря этому, хотя труд и бессонные ночи, они убивают. Они разрушают здоровье, они разрушают личность, они... А что-то же процент среди медиков был всегда высок, потому что очень тяжелые условия работы. И, кстати, среди хирургов и сегодня продолжительность жизни, ну, средняя, там, ожидаемая продолжительность жизни, она одна из самых низких среди медицинских специальностей. Вот. И получается, что, знаете, ну, раньше были какие-то... Ну, была мораль какая-то, ну, и вот эти вот вещи, о которых мы говорим, там, до родов, до операций, до... Маминский релик, к суевериям. Вот. И суеверия были, но, тем не менее, очень часто был человек, мог там пообещать или там сидит человек, ну, там, не берет до операции, ждет, когда же скажет спасибо. Или, например, я помню себя, когда я стал работать уже, ну, так или иначе, тема существовала, там, курочка, если люди приехали... Курочка, да. Из-за... Деревня, там, окращаясь линка. Вот. А бутылка какая-то, которая делана счастливым на какое-то время. Вот. И все равно, хочешь, не хочешь, мы этого... Мы это ожидали, а действительно, ну, называть сумму, это было в крайней степени, ну, аморально, и никто не рисковал, большинство не рисковали. Ну, то есть, более того, могу сказать, когда я стал заниматься частной практикой, перешел в частный бизнес, я очень долго не мог, а на самом деле, физически не мог говорить сумму. Вот. И, ну, эта ситуация потихонечку менялась, потому что, смотрите, есть такая Всемирная медицинская ассоциация, которая я на одной, в одной из своих деклараций описала принципы работы системы здравоохранения при любой форме собственности, при любых формах оплаты и так далее. то есть, Беверидж там или Бисмарк или Симаш, неважно. Но одно из условий, ну, одним из условий это, а, экономическая независимость врача, и, б, что либо государство, либо страховая компания, либо хозяин клиники, если это честная клиника, то есть, провайдер услуг медицинских, который, ну, скажем, вызвался оказывать эти услуги, он обязан адекватно оплатить труд врача. И еще есть нюанс, что в ценообразовании, в зарплаты образования врача должны обязательно участвовать сами врачи. Это практика, это практика, международная, логичная практика. Теперь давайте вернемся в нашу реальность советскую. Когда-нибудь врачей кто-то спрашивал, хватает вам 110 рублей начальной зарплаты, это зарплата была у участкового врача. Начальная зарплата. Может быть, 120, я могу сейчас ошибаться. Но на руки люди получали чуть больше 100. Понимаете? Это человек с высшим образованием, который пророчился. Хирурги могли зарабатывать 130-140. Я был в неонатологическом отделении, там были надбавки, я работал на полторы ставки, я получал в 89-м, в 90-м году 160 рублей. А мои друзья, которые ездили тогда на базары, продавали куртки, шитые в Харькове, швейка работать, уже начали, уже кооперативы были, они за субботу-воскресенье привозили 10 тысяч. Поэтому, понимаете, вот получилось, как-то быть с мотивацией. Получается так, что и тем не менее огромная количество людей все равно искренне хотели быть врачами, потому что это очень романтичная профессия. Была, во всяком случае. И вот получается, что произошло за вот эти годы независимости, полурыночных, полукапиталистических, полу-социалистических отношений в нашей стране. То есть у нас с вами мораль из профессии ушла, то есть ее нет. Но на мой взгляд, практически ее не осталось. То есть на сегодняшний день остался сплошной цинизм и любые разговоры о том, что так делать нельзя, но хотя бы мы можем вот в своем медицинском сообществе осудить хамство, невымогательство, невнимательное отношение к пациенту. Мы сейчас не говорим о деньгах. Просто есть вещи, которые, ну, недопустимы. Так как пациент, он зависим, он беззащитен перед доктором. Хотя бы это осудить. Но получается, что мораль ушла и стали совершенно легальными, на мой взгляд, в кавычках, любые финансовые взаимоотношения, на какой бы площадке вы ни работали. На государственной, не на государственной. То есть люди приняли тот факт, что за все надо платить. Да. Люди приняли. Люди приняли. Никто сегодня не будет, вот ты сейчас об этом говоришь. Ну, ты же не пошла, не написала, жаловы. Не, конечно, нет. У меня папа лежит на операционном столе. Конечно, он в заложниках, я, естественно, разобьюсь, найду эти деньги. Понимаете, если говорить, ну, на самом деле, это путь в никуда, потому что... Ну, это игра без правил. Да. И тут кто крайний, кто... Ну, то есть, в принципе, ну, пойдешь ты, ну и что? И что? Да, и дальше. И дальше. И вот вопрос, какая самая большая, ну, мне кажется, момент, который все понимают, вот в плане реформы, изменения системы финансирования, что предлагается, да, то есть, дать вот эти вот 230 гривен, 240 гривен денег на пациента, на участок, врачу первичного звена, чтобы он год обслуживал этого пациента. И, ну, предварительные расчеты говорят, что это позволит, не снижая качество обслуживания, не будем это качество оценивать, да? 230 в год? В год. За одного? Да, за одного. За одного. Окей, давайте тут покопаемся, потому что вот это, ну, как бы, ну, я знаю, что это не всем понятный момент. Вот я, человек, который чуть-чуть в теме, да, я попробую сказать, как я это вижу, а вы мне скажете, где моя... А мы как чайники скажем, понятно ли вам? вы скажете, понятно ли вам, а вы скажете, где моя, ну, где моя логическая ошибка, да? Вот у нас есть 230 гривен в год, да? И хорошая новость в том, что, опять-таки, насколько я понимаю, там же есть коэффициент за возраст, да, сейчас. То есть, грубо говоря, там, за тебя и за меня, как за условно здорового врач получат 180 гривен в год, как-то так, а за новорожденного или за человека... новорожденного за 65 плюс, он получит там 350, да, в два раза больше, это центральное есть, промежуточный какой-то коэффициент за подростков и 45-65, ну, не важно. нет, на самом деле важно, потому что, если ты живешь в деревне, да, ты врач, который практикует в деревне, допустим, и у тебя 80% твоей аудитории, твоих, ну, клиентов, пациентов, это бабушки. То есть коэффициент какой-то, да, получается? Да, и ты, смотри, если стандартно врачу для того, чтобы, ну, получить какую-то, ну, плюс-минус нормальную прибыль, ему нужно набрать, там, где-то 2000 пациентов, которые на него подписались, две, две с половиной, да, насколько я понимаю, больше двух с половиной тысяч не рекомендуется, потому что ты уже не можешь им, ну, уделять достаточное внимание. Не рекомендуется или запрещено? Не рекомендуется. Две с половиной тысячи... Смотри, вот ты врач, у тебя, грубо говоря, есть две с половиной тысячи контрактов. Иванов, Сидоров, Петров, две с половиной тысячи. Больше ты не можешь на себя подписать. Все, стоп, ты закрылся. Я еще раз. Две с половиной тысячи контрактов в год. В год. Может обслуживаться? Да, это, ну, международные нормы. Это человек, которого он ведет, да, фактически он знает его историю болезни, и этот человек может обращаться к нему, там, при необходимости, при, там, каких-то аварийных ситуаций. Но может и не обращаться. Ты можешь просто не обращаться у семейного врача. И вот, слава богу, ты... А это физически вообще охватно. Если взять индикаторы качества, вот тут международные, то как раз обращаемость регулярная. То есть считается, что есть такое понятие, ну, осмотр здорового человека. Чего у нас, в общем. Они должны все равно происходить. И это тоже входит в индикаторы качества. То есть если люди к своему врачу ходят, там, хотя бы раз в год, а то и два раза в год, и проводят осмотры, сдают там необходимые анализы или обследования по возрасту, сегодня существуют некие такие схемы и рекомендации, в каком возрасте, на что нужно обращать внимание. Это очень удобно. И ты знаешь, что там, к примеру говоря, там гастроскопию или колоноскопию или маммографию должен с определенной частотой пройти, потому что там с возрастом повышается риск заболеть онкологическими заболеваниями, и хроническими заболеваниями и так далее. Ну круто, когда есть какой-то контроль, как бы это не звучало, у того же врача, да, или какой-то системный контроль, когда человеку может приходить оповещение о том, что вот вам по графику зимите нужно делать то-то и то-то. Мы оставили дыру вот в этом месте, да, вот вместе, ну оплаты на самом деле. Давайте мы вернемся, а это тоже очень крутая штука, когда твое государство и твоя медицина с тобой переписываются. Это отдельная история. Ну это, государство для меня это очень общее. А круче было бы, если бы вы сами, как пациенты, заботились о своем здоровье. Ну тут в общем, это круто. Чтобы мне надо было напоминать, как вы должны есть, пить, гулять. А еще, чтобы мой двухлетний ребенок, которого у меня, конечно, еще нет, сам взял и стал чистить зубы, потому что это классно и это делает его крутым пацаном. Это все понятно, что это круто. Ну вот если говорить в принципе о том, что каждый занимается своим делом. У меня там есть своя работа, я что-то делаю, может там на пользу государства, не на пользу государства, неважно. У врача есть своя работа и в том числе в список его обязанностей или не врача, а какой-то, там я не знаю, территориальной, там какой-то штуки, администратора, да. Поликлинической, которая будет вести некий график, там какому пациенту, что надо пройти, там по возрастным показателям или еще что-то. И просто есть напоминание. Если человек не приходит, это, конечно, его проблема. Понимаете, давайте, вот мы сегодня с первым... Это фантастика. Нет, это не фантастика. Нет, ничего, мои славянские друзья рассказывают. У меня в Британии друзья тоже самое рассказывают. Давайте говорить о ресурсах, да. То есть сколько стоит рассылка, там мы с вами есть рассылка и так далее. Сколько стоит будет... Кто будет этим заниматься? Врач? Ну нет. Значит, врачу нужно собраться из этих 230 гривен нанять себе администрацию. Вот давайте вернемся к этим 220 гривен. А еще из этих гривен нанять медсестру. Да, это только врачный сестру. А есть еще... А есть еще необходимость помыть полы. Да. А есть еще необходимость заплатить за свет. За аренду, там, не знаю. Понимаете? Где-то ж надо людей принимать. Да. Поэтому, например, ну, если я забегаю вперед, идеальный выход это делать совместные практики. То есть один офис на двух-трех врачей, который бы обслуживал, как вот мы сейчас работаем в нашей амбулатории, когда амбулатория работает с 9 до 7, у тебя есть возможность придти в удобное время, работает врач с утра до вечера, даже, может быть, два врача могут на смене находиться, и тогда действительно, скажем, три-четыре врача могут нанять одного или двух администраторов, могут нанять специалиста по клинингу и так далее, и так далее. А бухгалтерию кто ведет? Это тоже врачи должны. А вот это, на самом деле, у нас на сегодняшний день есть компании, например, когда один бухгалтер ведет 50 клубов. Абсолютно. У меня вопрос, вообще, я подвожу к тому, что фактически врачу дали на откуп, вот тебе, как бы, 2,5 тысячи пациентов, дальше разруливайся. Смотри, со своей жизнью сам. Когда мы говорим про экономическую независимость, вот я бы хотела, чтобы мы к этому вернулись, потому что, ну, я знаю, что там для моей бабушки, условно говоря, экономическая независимость врача, это звучит как, ну, винбаревт и бгроши. Чего так? Что неправильно. Ну, потому что, ну, все, вот так вот уже у него в голове устроено. У него, наоборот, он настолько хорошо зарабатывает, что он не берет его души, что он независимый человек. Совершенно верно. Ну, гроши-то ему платят, это не те государства? Вот они на тебя все подписались, они все сейчас для простоты счета, берем среднего какого-то возраста, да, вот там по 210 гривен ты на них в год получаешь, это что там, типа 50, да, тысяч? Ну, давайте, ну, 2 тысячи, там, 40 гривен, это 480 тысяч в год. Если разбить помесячно, разделим на 12, то это получается сколько? 12. Ну, 40, там, 36 тысяч в месяц. но это не твоя зарплата. Ну, то есть, нет, если ты такой вообще супермен, сам считаешь, да, и сам развиваешься, и сам реколд делаешь. И сразу, давайте сразу вот эту 36, мы с вами посмотрим, когда я беру фоб, у меня жена не работает, она у меня становится администратором, она у меня становится специалистом по клинингу, она у меня делает всю дополнительную работу. Без зарплаты? Да. Ну, мы потом поделим, да, и можно оставить. Конечно, без зарплаты, у нас же ничего не сделает. Она же ничего не сделает. Она же ничего не сделает. А экономическую независимость. Тут же начинается вопрос, есть много составляющих, но в принципе, да, вытянуть одному все равно. Даже если у тебя есть некто, кто с тобой разделит, скажем, эту заработную плату, ты будешь работать и делать уколы сам, без медсестры, к примеру, говорю, да? А теперь давайте мы возьмем четыре врача, которые соединились, и в месяц на четверых получается доход 140 тысяч гривен. Уже можно разговаривать. Ну, то есть ты уже делишь арендную плату. Понимаешь, уже ты делишь арендную плату. Ты делишь бухгалтера. Ты делишь бухгалтера, ты делишь помогательный персонал, и можно работать. Это уже неплохая бизнес-схема. А если вы еще, например, попытаетесь, поскольку вы в ФОП, у вас лицензия, вы имеете право дополнительные услуги показывать... Да, этого остеопата в соседнем кабинете, наверное, посвятить. Да, это единственное, государство, на мой взгляд, пока еще не дало четкого сигнала, где и как я могу дополнительно дозаработать. Ну, предположим, на чем? Ну, на дополнительных услугах. Потому что, когда Польша становилась независимой, я был в 98-м году Польша, только-только все развивалось, то есть врачи работали в двух-трех местах. И для того, чтобы заработать какую-то приличную зарплату. То есть, понимаете, то время, когда вы в 9 пришли на работу, в 3 закончили и сидите с 30 тысячами в месяц, их еще не будет. Для этой страны это еще невозможно. А что будет с поликлиниками? А что с ними будет? Ну, вот вообще в реформе как-то это отражено. Ну, конечно. Дело все в том, что, ну, опять же, отражено. Реформа дает определенную там схему финансирования. Вот у нас поликлиника, это огромная инфраструктура, которая на самом деле, в принципе, ну, она была рассчитана на какие-то там планы, расчеты советские. Правильно, на 100% она все равно не задействована. Она не задействована и она, ну, бездарно построена, как правило. Потому что там вот такие коридоры, вот такие кабинеты, нигде в мире норма на кабинет в Штатах 8 метров, ну, там, 7,90. В Британии 8,5. Смотровый кабинет. На самом деле, этого достаточно для того, чтобы там посмотреть амбулатурно пациента. У нас с вами сегодня по нашим СНИПам 12. А было 18. Половина из них пустые. А теперь давайте с точки зрения бизнеса 18 метров на одного врача, на одного пациента. Ну, кто себе представляет это? Зачем нужен такой кабинет? Ну, во имя чего? А его надо обогреть, его нужно осветить, то есть за ним надо ухаживать. Понимаете? И вот мы себе напридумывали огромное количество всяких норм. Конечно, в Советском Союзе ну, все же было халявное. Ну, и размах был, да. И размах был. И рождаемость у нас в Харькове в области было 54 или 56 тысяч в год. Сегодня 23. То есть рождаемость упала реально на сегодняшний день в два раза по сравнению с советскими временами. То есть вся эта МТБ, вся эта инфраструктура, она, во-первых, вся устарела, она не нужна. Но можно закрыть полздания, можно закрыть верхние этажи, да, и сдавать поликлинику сегодня, например, тем же врачам, да, врачам, которые бы организовали практику. Здесь, например, работает у нас с вами первичное звено, здесь захотели остеопаты, как ты говоришь, взяли себе. Она говорит. Да. Здесь могут работать в общей практике там мужские специалисты. А вот кому они будут платить эту аренду? Кто заделец? Громада. А на сегодняшний день громада, да. Сегодня это коммунальное предприятие, оно принадлежит громадам. То есть это аренда громады. Но вот тут громада как раз. Громада может тебе доплачать. Громада может с тебя взять одну гривну символической аренды, потому что это уже в силах громады поддержать, например, врача первичного и, скажем, не брать деньги за аренду. И даже наоборот помочь с какими-то ресурсами. Такое прекрасное слово громада, оно такое общее. Я просто не очень понимаю, где сейчас громада функционирует именно как вот инструмент, ну, даже не инструмент, как механизм. Ну, она всегда, смотрите, ну, у нас же райсоветы всю жизнь функционировали. Вот тебе громада. слитые, да, куски. Вот они как бы фактически берут на себя эту ответственность. И, ну, меня здесь что подкупает? Ну, во-первых, честно, вот меня ужасно подкупает история, когда врач может быть приватным предприемцем, но для тебя, как для конечного пациента, это все равно. То есть, для тебя его услуги, мы говорим о врачах-первичке, да, о семейных докторах, они для тебя все равно бесплатны, потому что ему за тебя платит государство и твоя громада. И вот то, что вот Андрей Юрьевич говорит, что, да, у громады стоит пустующее здание. А на самом деле, ну, у нас же есть там села, не будем называть, в которых там стоит три этажа пустых. Там сидит один семейный доктор и все. Все остальное громада оплатит, упали, как это по-русски отапливает. Вот. А зачем, непонятно. Короче, так возьмите, да, действительно, это, ну, это помещение. громада нанимает себе врачей, которым она доверяет, которым ее люди доверяют. Она ему сдает это помещение там, да, за одну условную гривну, он на этом экономит и... Более того, громада может, ну, вот если взять, например, на уровне, там, города, там, Горсовет, там, может освободить того же ФОПа от уплаты, там, налога, да, может сделать какие-то налоговые льготы определенные на старт для того, чтобы каким-то оборудование докупить, потому что на самом деле вся первичка, она на сегодняшний день, согласно, ну, закону о децентрализации и то, что готовятся документы, она будет полностью находиться в ответственности именно местных властей и местного управления. Это страшное слово Горсовет. Горсовет, который никак не ассоциируется с громадой, во-первых. Ну, почему? Во-вторых, то есть здесь для меня... Давайте называть муниципалитет. Смотри. Это красивее. Ну, как-то спокойнее. Но тут вопрос еще, насколько защищены мы, громада относительно Горсовета, я себя не сильно о том причисляю. Насколько защищены мы как пациенты и врач, как в данной ситуации человек, которому громада может дать, может не дать. Может не дать. Да, и так далее. От самоуправства, там, я не знаю. Ну, смотрите, давайте с вами исходить из презумпции определенной осмысленности и из презумпции того, что... Что громада в тебе заинтересовала. Что в руководстве громад и среди врачей, и среди пациентов, ну, мало, например, маньяков, людей с нарушениями, там, психическими розладами и так далее. Давайте будем считать, что все люди... Да, что все люди есть. Да, что в среднем, ну, среднестатистический наш человек способен сесть, поговорить, договориться и выстраивать какие-то отношения. И вот по поводу защиты. Если я врач, по поводу... Вот сегодня я защищен к зотам и всем остальным, вы меня не уволите. Работаю я хорошо, не работаю я хорошо, принимаю я достаточное количество пониманий, не принимаю. Хороший я врач, нехороший. Что я там приписываю? Ничего. То есть я, наоборот, сегодня я как раз защищен очень хорошо, когда даже я... Да. Вот. А ты как раз не. Но когда человеку дают возможность выбора пациента, вернее, выбора врача за пациентом. И я понимаю, что если я не наберу в течение там года-двух, они же дают какой-то определенный срок, ну, пока переходный период, это не значит, что если вы там 1 июня, у вас не будет списка 2000, вам перестанут платить зарплату. Такого не будет. Но тем не менее, через определенное время, если я не сделаю ничего для того, чтобы вы захотели ко мне прийти, если я не буду учиться, если я не буду улыбаться, как-то же наших детей научили в Макдональдсе улыбаться, это же все еще украинцы там работают, но зайдите в любой наш советский, украино-советский супермаркет и подойдите к кассе. Ну, такое впечатление, что там специально людей учат, чтобы они на тебя смотрели исходно, как на врага на руки. Ну, таких еще мест несколько осталось. Как и половину больницы к этих врачей, которые говорят, а тут мы для вас на поясе. В конце концов, я буду понимать, что от того, как я буду к тебе относиться, будет зависеть, захочешь ты ко мне завтра прийти или не захочешь прийти ко мне. Это одна часть. А вторая часть, если я буду профессионально безграмотен, как бы я не улыбался, ты же все равно рано или поздно поймешь, что я ничего не занимаюсь. Но это произойдет рано или поздно. Рано или поздно. Вопрос, пока бед не натворил. Да, вопрос вот какой. Есть ли здесь предусмотренная какая-то информационная компания с точки зрения, кто эти врачи, как они себя, извините, будут продавать? Как они будут о себе рассказывать? Либо человек принципиальный... Чего они должны... Ну, смотрите, сегодня же все куда-то ходят уже. Да, есть врачи. Ну, понятно, что мы просто там привыкаем. Кому-то, когда я уже к нему пойду. Когда нужно было проводить определенную работу общественную, были, как это называлось, дворовые обходы или подворовые обходы. Я никогда не участвовал. Подворовые. Да, я могу ошибаться в терминах. Это вы про сейчас или про раньше? Это вы про советское время. Если я хочу, чтобы обо мне узнали, я найду возможность в своей деревне, где я там работал. Нет, ну, с деревнями как раз вопросов нет. Там понятно. А здесь и так у нас у каждого, поскольку, слава богу, ну, не слава богу, у нас дефицит все-таки сейчас медработников, особенно, ну, и на первой, на первичной ланке, потому что, ну, правда не хватает, врачи. А если еще мы с вами посчитаем, сколько работает, я за то, чтобы оставили всех. Ну, если вы посмотрите, сколько у нас с вами работает людей уже пенсионного возраста, которые завтра просто могут устать, улыбаться и обслуживать эти две тысячи и это самое, то мы с вами можем просто столкнуться с очень серьезным провалом в кадровом, потому что на сегодняшний день абсолютно все, почти все страны, включая Штаты, включая Европу, везде есть дефицит медицинских. Вот не хочется углубляться в другую тему, но здесь же вопрос, во-первых, дороговизны и сумасшедшее образование медицинского за рубежом. Да. А у нас дешево? Не, не дешево, а у нас другая проблема, у нас нет квалифицированных, ну, мало квалифицированных врачей. У нас образования нет. Вот. Не важно даже сколько у нас. Так вот вопрос, кто об этом должен говорить? Вот, опять же, понимаете, вот любая тема, меня единственная, как сказать, все время один вопрос волнует. Вот вы знаете, вы знаете, я знаю, что с образованием беда. Ты еще не родился. Вообще с образованием и с медицинским образованием беда, да. То есть на сегодняшний день, ну, та армия докторов, которые выпускаются каждый год, ну, может быть, там, 10% кого можно пускать сразу пациентов. И то, это те, кто работал во время учебы, кто стремился, кто читал и так далее. То есть получается образование вопреки, а не благодаря... Ну, потому что, потому что у нас совершенно, ну, все выхолостилось, и на самом деле, несмотря на то, что наши вузы зарабатывают какие-то деньги на основном иностранных пациентов. Но я работая вот в медицинских вузах, на преподавательской работе, я могу сказать, что демотивация у студентов, да и у иностранцев. Пять лет назад мне казалось, что иностранцы чаще задают вопросы, они как-то мотивированы, им же надо приехать конкурировать там, потому что у нас израилетяне учатся, ну, арабы в основном, арабского происхождения, у нас учатся индусы, у нас учатся из Бангладеша, из Африки, из многих стран. Но им же приехать и конкурировать с тем, кто учился там во Франции или, например, в Германии или еще где-то. Должны же учиться, но никто не хочет учиться. А мне кажется, что еще очень сильно расхолаживает наша непосредственная система образования, когда им ставят за глаза хорошие оценки, потому что, ну, они же платят за учебу. это правда. Вот, это правда. А с другой стороны, тот же наш студент, который пытается учиться, он может не получить адекватную оценку, потому что он не отблагодарил. Бывает и такое. Слушайте, ну, вот это теперь, ну, много чего подвесили, но вот это на самом деле... Вернемся к 230 гривену. Нет. У меня есть, кстати, вот, извините, перебью, у меня есть быстрый вопрос. В связи с такой ситуацией у нас в образовании, будет ли у нас какое-то лицензирование? Конечно. вы смотрите, сейчас же, вот, министерство артикулирует огромное количество важных вещей. Кто следит, тот слышит. И про тестирование преподавателей, и про обязательное знание, хотите получить звание профессора, будьте добры, бы два, английский. Там, хотите получить степень, печатайтесь только в английском. А это работает, эти правила? Это еще пока, понимаете, ребята, это то, что сегодня озвучивается много вещей. Вот, мы, если хотите, как пример про парамедиков можем поговорить, тоже важный аспект. Потому что люди тоже этого не знают. ну, как бы, та армия, которая критикует реформы, хочет оставить все как есть, она пользуется тем, что много непонятных вещей возникает. А, все пропало, бабушки будут умирать, на порогах уйти. Поэтому, о чем говорили? Про лицессию. Да, все это должно быть. И тестирование. Смотрите, как, например, происходит лицензирование. Везде за это отвечают врачебные ассоциации или врачебное самоуправление. Которых у нас нет. Кто? Вот смотрите, меня сегодня тестирует работник облздрава. Женщина с ночевшей. Да. Который в последний раз, там, ну, есть определенная комиссия, туда могут входить, конечно, ну, входят, там, ну, люди обычно присутствующие, это могут быть, там, и представители кафедры, и так далее. Но в конечном итоге последнее слово за облздрава, за чиновников. Не за коллегами, а за чиновников. То есть, человека, который к практике вообще давно отношения не имеет. и это определенная, ну, все равно схема. Да, как, например, происходит последимомное SME, Continual Medical Education, постоянное медицинское образование. То есть, вы... Ну, это типа интернатура? Не-не-не-не-не-не-не. Интернатура это само собой. Это без интернатуры вы врачом не станете, резидентура там. Но вы потом, когда вы становитесь доктором, вы должны там каждый год набрать определенное количество баллов. Ушение квалификации. Да. И вы можете их набрать, поехав на конференцию, вы можете их набрать, например... Класс, это очень хорошая система. Да. Кредит, например, американский. Ты можете набрать, посетив мастер-класс. И, как правило, многие из них, вот эти вот, они платные. То есть, вы выбираете, что вам нужно, во-первых. Вот, я хочу освоить новое направление, например, тимпанометрию, или там, отоскопию, или еще что-то такое, да, я иду на курс. И я иду на образовательный курс. Я, с одной стороны, получаю навык, я плачу за то, что я плачу навык, в обмен мне дают сертификат с кредитами, с баллами, да, и я должен обязательно набрать определенное количество учебы, не просто, вот я поехал на курсы раз в пять лет, а я сам себе заботюсь о том, чтобы моя квалификация становилась выше, выше и выше. Ну, потому что она окупается в здоровом. Да. А если я, например, там, кардиохирург или кардиолог, там, узкая специальность, у меня будет еще и там, с определенной регулярностью, ну, тестирование моих базовых знаний, потому что врач-специалист это все время, ну, какие-то тонкие, очень сложные вещи. и, безусловно, это все ценится, это все идет, как бы, в коня корм, и это... Ну, вот вы сейчас говорите о том, что декларируется у нас, понятно, что в мире это работает, у нас такие вещи декларируются, хотя бы понятно, что может еще не работает. У нас же с вами парламентско-президентская республика, у нас, чтобы изменить что-то в стране, нам нужно с вами, чтобы три ветви власти, они как-то договорились и сошлись, потому что сегодня законно может, например, выдвигать аппарат президента, кабинет министров или Верховная Рада. И вот кабинет министров собрался, вот они недавно, МОЗ кабинетами министров дали пакет документов по реформе. А давайте мы с вами пронаблюдаем, вот осознанно парламент примет это. Но там же есть еще вот эта вражеская, извините, комиссия, или как она называется? Профильный комитет. Профильный комитет. Ладно, отдельная тяжкая тема. Да, это отдельная тема. Нет, ну на самом деле это, ну, как для меня работа комитета нашего это, в принципе, срез и олицетворение всего, что в обществе происходит. То есть за все время работы там, по-моему, так и мне не удалось ни разу собрать к воруму. То есть за два с половиной года или три года работы комитета по сути дела не было внесено ни одного реформаторского закона. Все, что предлагалось там предыдущим МОЗом, сегодня все зарубывается, все нивелируется, все крашится, все разрушается. Но своего ничего не дается. Потому что по большому счету сегодняшние схемы, которые существуют, они вот при любом варианте реформы их надо ломать. Да, абсолютно. А то уйдем сейчас в другую сторону. Есть заинтересованные это сломать? Ну реально, есть там люди, которые не в комитете, но в министерстве есть. Говорить про министерство. И я вижу, сегодня я вижу заинтересованность кабинета министра, непосредственно премьер-министра. Мы не будем говорить о слабых, сильных сторонах, хороших, плохих. Мы не критикуем сейчас ничего. Но совершенно очевидно, что премьер-министр поддерживает сегодняшнюю линию на реформы. И международная поддержка серьезная есть. И доноры международные готовы вкладывать, выливать в здравоохранение огромные средства. Но они хотят все это делать в прозрачные схемы. В понятные схемы. Никто не хочет сегодня давать Украине на распил деньги. Понимаете? А здесь народ берет измором. Они в принципе все небедные люди. Все представители прошлого. Они могут и подождать. Ну, как мне кажется, что идет такая позиционная, то есть никто не стреляет, но постоянное противостояние на выживание. Причем все время очень удобная схема обвинять МОЗ в том, что они там хотят что-то сделать в геноциде, против людей и так далее. А людям это очень легко заходить. Понимаете, при этом не слышит и не пытается дать честный анализ того, что происходит в медицине на сегодняшний день. Если бы, например, комитет сказал да, мы согласны, что в медицине беда. Надо менять. Мы не согласны с вот этим и вот этим, но мы согласны с тем, что надо менять. Все же молчат. Нет. Ну, кстати, чего? А из-за ула говорят все же хорошо. Ничего не надо. Пусть все так будет. Вы только дайте нам больше денег. И не трогайте нам. Скажите, чего боятся врачи? Вот врачи, которые говорят, что это все ужасно и все вообще непродуманно, что реформа... Во-первых, потому что они не понимают... Ну, понимаешь, опять же, любой человек, и врач в том числе, он же человек, любой человек боится неизвестного, непонятного. А, скажи мне, пожалуйста, люди по доброй воле меняются? И вообще люди меняются? В жизни что-то меняют. Да, в жизни что-то меняют по доброй воле. Ну, должно что-то произойти. То есть, поэтому они боятся, пусть оно вот такое, пусть это болото, но оно свое. И уже знают, кто как хвакает в нем. Понимаешь? И несмотря на то, что есть серьезнейшее подавление личности, несвобода, рабство, откровенное рабство. Конечно, откровенное рабство. Когда говорят, так, ты сегодня прием заканчиваешь, потому что надо на митинг выйти. Ну, когда все, все обложены данью, все должны нести наверх. Ну, вот очень мне нравится, как это формулирует наша с вами, да, наша с вами, в общем, всех, не на самом деле приятельница Вита Милютина, да, когда она говорит про то, что врачи должны выйти из феодальной зависимости, да, из крепостной. То есть, как бы система, ну, система феодальных взаимоотношений, которая вроде как в мире там 500 лет назад или там 300 рухнула, она вот в украинской медицине, она удивительным образом как-то вот законсервировалась и процветает. То есть, врач в кабале у главврача, главврач у этого чиновника из облздрава, этот чиновник, там еще у кого-то. И все привыкли жить по распоряжению сверху, а снизу. А думать своими мозгами народ не привык. Ну, опять же, вот еще один момент, почему люди боятся менять. Ну, это не люди плохие, это система, которая их ставит, ну, в такой тупик. Но с другой стороны, смотрите, ребята, ну, есть же прецеденты, есть у нас частные клиники, есть у нас много-много процессов. Я не говорю, что это выход, потому что там очень дорого может быть. Не всем это посильно. Понимаете, в этом-то и вопрос состоит главный, что наша медицина, хоть и есть участки, ну, хороших практик, но системы нет. И она недоступна для всех. Вот у меня вопрос по поводу частной медицины. Я лично столкнулась с ситуацией, когда нужно было там прокапаться в частные клиники, и там разговаривала с женщиной, она говорит, вот я сделала операцию здесь в частной клинике, которая стоит 15 тысяч гривен. Я здесь 3 дня, обед, ужин, все дела, завтрак, в общем, на полном пансионе, в хорошей палате, и вот это все вместе стоило 15 тысяч гривен. Такая же операция в государственной клинике стоила 14,5 лично врачу. И она еще заносила санитаркам в кармане, в карманчик, еще надо поесть, чтобы пришли и покормили. Вопрос, не будет ли у нас ситуации, это мы, наверное, уже на вторичную, да, перешли, с первичной, не будет ли у нас ситуации, что у нас государственная медицина просто отомрет, как анахронизм? Вы понимаете, вот честно скажу, мое мнение, может быть, даже это не самый страшный сценарий, для меня гораздо, ну, более серьезная проблема, которую я вижу, как специалист, что вы можете заплатить деньги и не получить должного качества. Да, я согласна, что здесь уже нужно, Вы можете заплатить деньги, неважно, в государственной, в частной, и получить неверный диагноз. У меня санитарка на работе пошла в клинику, ей поставили камни желчного пузыря и уже назначили дату операции. Космерственная или частная? Частная. Она пошла, перепроверила в другую клинику, оказывается, у нее синдром сгущения желчи, и там два специалиста никаких камней не нашли. У меня смешнее было. Да, да, тут я согласна. Никто не гарантировал. На самом деле, вот это страшно. Страшное состоит в том, что 80% людей, которые едут с нашими диагнозами за рубеж, эти диагнозы не подтверждаются. Вот что страшно. Не то, что придется сплатить. Люди, в конце концов, мы уже пришли к выводу, уже смирились с тем, что за многие вещи приходится платить. Более того, была бы конкуренция, если бы эти 14,5 тысяч, это то, за что нас ненавидят врачи, в смысле? Люди, которые за реформы. Потому что человек пришел в свое рабочее время, отработал, положил эти 14,5 тысяч и ушел. Он рискует очень сильно. Он рискует нарваться на ОБЭП, на подставу, на жалобы и так далее, что мы периодически видим. Но с точки зрения глобальной, если посмотреть на масштабы всего, то это все не сильно пугает народ, потому что в конечном итоге та же система процветает налоговая, милиция и так далее. То есть, если ты успешный доктор и все нормально, ты в любом случае договоришься. Договоришься. Платят в государственных клиниках. Но вот как раз я вообще в принципе за то, что люди платят и не получают должного качества и отношений, и сервиса. Вот меня, что тоже возмущает. Если бы эти деньги куда-то хоть реинвестировались, ведь понимаете, какая ситуация на сегодняшний день? Я для того, чтобы создать сегодня себе рабочее место и еще там пяти врачам, я инвестирую свои средства. Мы сегодня тратим там 80 процентов, 85 процентов дохода на содержание наших рабочих мест. И мы идем на это сознательно, но мы спокойно ходим на работу, потому что наши пациенты знают, куда платить. Что они платят за это? Да, они идут осознанно сюда. А так получается, что это же нужно поделиться этими 14 с половиной тысячи. Медсестре, чтобы была дополнительная зарплата, ресурсы восполнять, там расходники покупать. И получается, что мне нужно тогда сделать не одну операцию в день. Представьте, вот операция в день, вы уходите там. Конечно, приходится делиться 100 процентов. Вниз нет, наверх обязательно. Вот, если ты хочешь работать на этих самых, на государственных активах. Свет государственный, персонал государственный, кислород государственный. Понимаешь? Так в том-то и дело. И получается, что по большому счету это не совсем, ну, такой равноценный момент. Если взять... Это не равноценный момент в принципе. если взять, например, меня, я вынужден работать до 10 вечера. Вот. А человек может в 3 часа, например, в 5 часов закончить работу. Но обычно врачи так и уходят в больницах, если надо, например, инвестационаром. И это хорошо. Так и должны уходить, чтобы можно было подготовиться к следующему рабочему дню. Но, с другой стороны, если бы это сделать каким-то образом действительно эффективным, и чтобы это рабочее место, то есть, поддерживалось теми деньгами, и образование поддерживалось, и качество поддерживалось, и была бы настоящая конкуренция, почему так происходит? Потому что на сегодняшний день процент частной медицины, он мизерный. И он достаточно дорогой. Поэтому все равно основная конкуренция происходит в государственной медицине. А государственная медицина очень часто это монополия. И часто эта конкуренция превращается в какие-то вообще погони за ведьмами, когда это на уровне каких-то врачебных коллективов, это просто превращается, мне кажется, в террариумы. Ну, это уже, да. Но на самом деле, это вообще, где человек появляется, неважно какой профессии, если собираются 3 человека, уже элементы террариума появляются всегда. Мне кажется, Витя, что-то хотел спросить, и я его перебила. Я на самом деле хотел спросить, вот у врачей первички получится, что у них, в принципе, нормальные деньги, с которыми может работать человек. Ну, по идее, если они там будут грамот поправлять бизнесом, собираться вместе, а остальные врачи, узкой специализацией, у них получится, что у них денег вообще, ну, то есть у них, как бы, и до этого их не особо было. Но это не факт. Как раз узкие специалисты работали всегда очень неплохо, если мы говорим, потому что они узкие специалисты. Гинеколог, который принимают в районной больнице, что будет с ним? Но, понимаете, вот тоже вопрос. Гинеколог, который работает вот сегодня в проекте порядку по наданию первой медочной допомоги, написано, что на первичном уровне врач, например, первичного звена, семейный врач должен наблюдать неосложненную беременность. Но, смотрите, давайте взять, возьмем априори, что вот самый супер-пупер семейный доктор, ну, наверное, он не все умеет, не все знает, а уж точно не знает гинекологию. Уж точно не знает, например, там, беременность, особенности и так далее. Почему бы, например, такому врачу, гинекологу, который работал, не примкнуть к команде первичного звена. И если он сможет доказать и действительно набрать определенное количество беременных женщин, то наличие такого узкого такого специалиста в штате, который может приходить в эту клинику, работать, скажем, два раза в неделю, а еще он может в другой амбулатории работать два раза в неделю. То есть вот эти семейные врачи отправляют по необходимости к нему своих пациентов? Не надо отправлять. Я, например, объявляю себя в амбулатории, что у меня там среда пятницы или понедельник пятницы принимает кардиолог три часа в день. И приходит кардиолог, и я записываю к нему. Тут вопрос один. Как будет рассчитываться врач участковый, ну, в смысле, первичного звена рассчитываться с этим специалистом? То есть то ли он будет сейчас денег платить ему, и будут они по коллективному договору, потому что специалист узкий может тоже заявить себя ФОПом и работать, ну, это, вместе по договору, и оказывать дополнительные услуги. Опять же, как мне кажется, что вот немцы, кстати, Элис Кубер, помнишь, когда приезжал, как раз рассказывал, что немцы создали на одном районе, там 90 тысяч населения, как раз такую мультидисциплинарную команду. А у меня тут вопрос, откуда берутся деньги на гинеколога? По сути, если врачи отстегивают там со своего кармана, это... Вот смотрите, вот тут вот... Количество-то не увеличивается оплаты за пациента. Ну, как бы это же не с кармана, Не-не-не. А вот смотрите, помните, деньги такие идут... Субвенции. Деньги идут за пациента. Например, вы создаете практику, да, где вы объявляете, что у вас там по три часа принимают узкие специалисты. Узкий специалист может быть заинтересован в том, чтобы посмотреть как можно больше людей и отобрать себе как раз ту категорию, которая должна у него наблюдаться постоянно. И вы можете, например, сделать этих узких специалистов частью своей практики. И тогда ваша практика становится более... Шире? Более... А? Шире становится? Конечно. Более привлекательной для клиентов, для пациентов. И они уже с удовольствием приписываются к вашей амбулатории. То есть они знают, что в вашей амбулатории можно получить ответы на все вопросы. Сори, а этот узкий специалист он получает за пациента от государства? Ну, конечно. Это вопрос, который меня очень давно интересует. Нет, нет, нет. Не получает. Смотрите, он от государства не получает. Но в этом я не вижу вообще тоже проблемы. Он все-таки получает из этого общего котла, который есть у терапевта. Пока я вижу так. Вот из этих там... Либо он работает на вторичном уровне и получает там... Да, он работает на вторичном уровне. Как он и работает сейчас. Как он и работает сейчас. Да, он там получает. Но там он будет получать за оказанные услуги, а здесь он будет приходить, консультироваться. Причем, если опять же посмотреть с рыночной точки зрения, что для него это может быть достаточно выгодно, потому что он таким образом может, ну это условно говоря, ну как объяснить, клиентская база. Ему-то выгодно, а выгодно ли это терапевтам, которые там семейные врачи? Монтидисциплинарные. И вот то, что говорит, что будет с поликлиниками? Они должны существовать, но в более мелком масштабе, и они должны не просто, ну вот не просто быть формально, вот там положено там на 100 тысяч населения, там 5 ставок неврологов или еще, нет, мы знаем, что у нас вот такой объем работы для вас есть, будет больше, мы вас пригласим больше, будет меньше, то есть это все трясется на самом деле. Но есть же уже на сегодняшний день, опять же, тоже практика, вот многопрофильных клиник небольших, да, то есть частных клиник, то есть где люди идут, вот я хочу аллерголога, там, например, вы такого не найдете, там за рубежом, там аллергологию знают все и занимаются, ну, неосложненными формами аллергии, обычные врачи общей практики. Ну, это, да, его обязанности. Да, педиатры общей практики или терапевт, ну, то есть семейный врач. А у нас же мы, вот 30 лет назад, когда я становился доктором молодым, мы рассказывали, вот, на Западе все такие зауженные, они там вообще, там специалист по мизинцу левой руки, а уже с правой рукой не справится, а мы тут такие все крутые, мы широко-широко. Да, да, да. Малую хирургию на Западе выполняют врачи общей практики. Ну, кстати, если про узких специалистов, вот недавно, буквально там на прошлой неделе, значит, мы были в Чугуеве с вашими коллегами тоже, и приезжаем, там есть такая амбулатория, называется она Зачуговка. Ну, вот амбулатория от их, ой, там, неважно, амбулатория. Это новая, что ты рассказывала? Да, сейчас, мы к этому вернемся. Вот там доктор, семейный врач Римма Васильевна, 71 год Римма Васильевна. Тут тоже, кстати, ну, вопрос с одной стороны, ну, я за то, чтобы, ну, наверное, как-то вот люди пенсионного возраста все-таки уже уступали там место молодым, просто потому что им сложнее развиваться. Если они дети, а, они надо им чувствовать, просто чуть меньше работают. С другой стороны, или чуть меньше, с другой стороны, вот Римма Васильевна, которая, значит, там вот она живет на этой Зачуговке, вот она их там 30 лет знает. Вот там, буквально мы там сидели, Зачуговке с дядькой, говорит, да, у нас же моих 10 детей выросло, 10 детей. Вот, и манежится, да, я же все про него знаю, и про левые мизинец, и про правые, и так далее. И вот она рассказывает историю, ну, насколько я понимаю, такой историей может поделиться любой семейный доктор по 5 раз, ну, вообще в день и так далее. Вот у него есть пациент, у пациента, пардон, я всегда забываю, там, и название диагнозов, уж тем более препаратов, ну, короче, у пациента некие кардиологические проблемы, да, в общем, у него с сердцем что-то не в порядке. А тут у него проблемы, там, с коленом, грубо говоря, вот он идет, там, к хирургу, там, чек-травматолог, чек-хирург ему назначает, там, какой-то препарат, и он с этой бутылочкой этого препарата приходит к Римме Васильевне на Зачуговку капаться. Она говорит, а я смотрю и понимаю, что, Вася, тебе этого нельзя, Вася, у тебя сердце, ну, тебе с сердцем это капать нельзя, кто тебе приписал это, Вася, ну, как-то, вот же ж узкий специалист, там, по правому колену, там, приписал мне это, вот. А кардиолог с этим хирургом, они, конечно же, не в контакте, они даже не знают о существовании друг друга. И по факту только эта Римма Васильевна, да, как семейный доктор, который знает его, там, сколько-то лет и так далее, она может состыковать эти назначения, да, его, как бы, анамнез кардиологический, и вот это то, что ему приписал хирург, сказать, Вася, ты будешь накапать, ты умрешь. Ну, вот это идеальная картина, ради чего все затевается. То есть для того, чтобы действительно Васе было, ну, понятно, зачем он уйдет к Римме Васильевне, и Римма Васильевна в конечном итоге дала то, что этому Васе нужно. То есть она помогла, она решила все вопросы, он ей мог позвонить, она могла в конечном итоге свести кардиолога с хирургом и так далее. В этом весь смысл. Эстония делала реформу первички 10 лет. Вот чтобы сегодня это работало на высшем уровне, люди вложили 10 лет. Ну, не нужно ждать, что завтра все вот... Если у нас реформа с первого года. Вот, но с другой стороны... Я бы разводила, понимаешь, в сознании эти две реформы. Нет, вот это же не реформа была, ребят, но у нас просто, понимаешь, как у нас насильственным путем. Заставили там педиатров стать семейными врачами, терапевтов семейными врачами, гинекологов семейными врачами. И, кстати, все смирились. Никто их не спрашивал. Никто же не пошел... Что вы хотите, что вы можете. Никто столько не боялся ничего, не кричал, не возмущался. Сегодня говорят люди о тех путях, которые прошли все страны, и где действительно медицина, ну, более-менее пришла в какое-то чувство. И, оказывается, все боятся меняться. То есть, когда сверху приходят на завтра, чтобы из красного переграсить в зеленый, это нормально. Всем стать семейными врачами, все молча, покорны и становятся семейными врачами. Это нормально. А подумать, включить мозг и подумать, как можно трансформировать и поменять практику, потому что никто не хочет сделать сегодня хуже врачу или пациенту. Это 100%. И на сегодняшний день, ну, я точно могу сказать, ну, вот вся та система, которая предусматривается, она категорически, ну, минимизирует всевозможные коррупционные схемы. Минимизирует. Но дело все в том, что, опять же, если организм привык жить на допингах, да, вот, курить, кушать сладости, да, все. И тебе говорят, слушай, вот это все закончится, вот ты перестанешь все делать, и ты будешь таким здоровым, молодым, красивым. Понимаешь? Тяжелая работа быть здоровым, молодым и красивым. А вопрос, а готов ли я к свободе, быть молодым, красивым, здоровым? Понимаешь? Вот готов ли я? А если я уже привык сидеть на этом, на все? Если вот говорить все-таки о первичке, где это работает? Вот то, что мы говорим, вот то, что мы сейчас обсуждаем. Или есть ли какой-то дедлайн, когда это вот должно заработать везде? Либо где-то есть какие-то локальные, там, небольшие территории, где это уже внедрено? Ну, вот смотри, мы говорим, вот есть у нас, да, как пример. Сейчас даже не про Чугуев, хотя, ну, про Чугуев в том числе. Мы, вот, любопытно, я этого не знала пока, в общем, как-то не стала интересоваться. Мы с нашей городской колокольни, вот Харьковская, мы видим совершенно не то, Аксалюнте. Вот, что видит житель того же Чугуева или той же МРФ, да, потому что там, оказывается, вот для меня это было удивлением, это очень давно работает немножко по-другому. Вот, я долгое время полагала, что то, что у них называется центр первойной медико-санитарной допомоги, что это СМШ и наша поликлиника. Нет. То есть в этом, ну, центре, да, поправьте меня, там, где я начну ошибаться, там работают только семейные врачи. Да. Уже с 2000 бог знает какого года, 6-го, 10-го, я не помню, я не хочу, что это было. Ну, в общем, давно. Давно. И 10 лет уже. И их, ну, как бы, среднеэстетический, статистический чугуевец, он приходит к своему семейному врачу. Для него эта реформа, кстати говоря, менее болезненна, чем для нас, потому что ему эта логика понятна. Вот для нас есть... Для кого? Для нас. Потому что не создавались вот эти ЦПМСД только в Харькове. Вот, я про харьковчанина говорю. Харьковчанин делает шоу, у тебя заболело ухо. Не про Петровский, видится. А каким вообще образом это обошло Харьков? А это мы, давайте опустим этот вопрос, про каким образом это обошло Харьков? Это потому что возможность громады. Громада не захотела переходить на ЦПМСД и не перешла. То есть это то, что у нас возникло уже в разговоре? Ну, или у громады просто никто не спрашивал. То, что мы красиво назвали муниципалитетом. Ну, потому что не предусматривалось там 10 лет назад механизм советоваться с членами громады. Ну, да. Ты ведь, а никого не интересуешь, и я никого не интересую. Нет, ты же знаешь, что интересы громады не столько угрсоветов. Просто на сегодняшний день, я могу сказать, на сегодняшний день это все и Харькова коснется, потому что будет закон, ну, как бы касаться всей страны и не получит Харьков субвенцию, если не будут созданы центры медикосы, конечно. А он не принят. У нас не принято очень много законов. Нет, ну, подожди, не углубляйся. Ну, неделю назад, на прошлой неделе в Верховную Раду подан пакет законов от Кабинета министров. Если эти законы, ну, не будут приняты, то, ну, ничего не начнется. Поэтому мы с вами будем свидетелями эпохальных вещей и очень серьезной политической борьбы, потому что все будут пытаться использовать именно, ну, вопросы медицины в своих политических целях. Надо быть к этому готовы. То есть мы перейли из языка, что ли? Мне очень нравится, что происходит, знаешь, как это вопрос трактовок, да, всегда важен вопрос трактовок. Вот в Харькове я, к сожалению, пока не знаю, где это, в каких это поликлиниках. Но, значит, начали развешивать, даже не на поликлиниках, а на домах, объявления, что, значит, терминовую я вытася в свою поликлинику, и тут, внимание, для укладания угоды за своим участковым терапевтом. Ну, что вообще противоречит всей логике свободного выбора. Нет, если тебе нравится твоя участковая Валентина Ивановна, ты ей доверяешь, она хороший врач, она тебя знает, все твои правую коленку, левый мизинец, идешь и укладаешь на угоду, конечно, да. Но если ты ее уже видеть не можешь, и 10 лет ее избегаешь, и понимаешь, что лучше никогда к ней не ходить, найди себе другую Клару Ивановну и укладай за на угоду. Ваня, для этого человек должен знать все эти нюансы реформы, даже не то, что нюансы, он просто хотя бы должен знать одну вот эту простую истину, он имеет право выбора. Ну, вот это простая истина, которая есть. Самое интересное, что у нас с вами по закону здравоохранения право выбора было всегда. И никто об этом никогда не сказал. Да, в общем-то, да, оно и есть. Просто другого, никто этим не пользуется. Нет, я, например, не знал, мне жутко не нравилось мои участковые. Правильно, а тебе сказали, что она твоя участковая, а ты к ней привязываешь всегда? Да, да, да. Да не знала лишних вопросов. Это точно так же, как с педиатрами. Есть участковые педиатры. Смешной случай, рассказывай. Мы закончили университет, там, сколько-то лет назад. Ты уже был. И, значит, мы снимаем квартиру, как врачи примерно вместе арендуют амбулаторию, да, так мы там стремились с двумя моими друзьями, снимаем квартиру. И приятель, который с нами живет, заболевает ветрянкой. Ну, вот есть такие счастливые люди. Я тоже во взрослом возрасте уже болела. Тяжко, конечно. Вот, а прописка у него какая-то там в Вольногорске, ну, что-то такое. А дело в Днепропетровске тут момент происходило. Он идет в близлежащую поликлинику. Говорит, у меня ветрянка. Мне бюллетень бы и на работу. Мальчик, ты откуда? Из Вольногорска? Ехай в Вольногорск. Это как же, как? Я же ветрянка, я же поеду там сейчас в вагоне. В поезд. Ты к нам не приписан. До свидания. И он со своей ветрянкой в обнимку едет через полстраны в этот Вольногорск. В том же Чугуеве, если мы уже на его примере говорим, да, вот там же масса населения, которое не имеет чугуевской регистрации. Вагон. Но у нас же в принципе сейчас как бы института прописки как-то такого нет. Как бы нету, а как бы есть регистрация. Вот. Они обслуживают людей, которые живут там, но не имеют прописки. И дальше вот это как раз тоже очень принципиальный момент, да. Ты вот вообще все равно, где ты живешь, где твой врач принимает, да. Удобно тебе ездить, ну опять-таки там в тот же Чугуев из Харькова, ты доверяешь тамошнему врачу, едь в Чугуев. Удобно тебе ездить на Алексеевку в Салтовке, пожалуйста, договоритесь с врачом, укладите угоду и вперед. То есть вообще неважно, где ты живешь, где ты живешь. Это уже можно делать, сейчас или пока нет еще. Это поданы документы. Ну это я понимаю. Понимаешь? Если это утвердиться... Не, ну как, сейчас это тоже можно делать, но там же это же надо школу. Просто, сейчас вы, понимаете, как вот вы сегодня можете, например, поменять врача, имеете право прийти к главврачу. Подписать заявление. В рамках поликлиники потребовать себе другого врача. Вы можете поехать в частную поликлинику, и это право ваше, наблюдаться в частной поликлинике, не обращаться. Потому что согласно закону, смотри, имея украинский диплом украинского вуза, я могу консультировать детей на территории Украины в любой точке. Когда мы говорим о необходимости лицензирования, то есть диплом – это моя лицензия. Когда мы говорим о лицензировании в МОЗе, ну то есть о том, чтобы я стал там ФОПом или юрлицом и брал медицинскую лицензию, то мы таким образом оформляем право на хозяйственную деятельность. На то, чтобы я мог официально брать деньги за свою работу. То есть если меня вызвали в Киев, я говорю, я врач, и человек приводит меня, и говорит, я хочу, чтобы меня посмотрел вот этот человек. Никто не имеет права препятствовать этому, это сегодня про закон. Никто не имеет права препятствовать. Более того, сейчас там вышел закон о допуске в реанимацию и так далее, то есть можно потихонечку права пациентов расширяются. При этом Украина же, она подписала автоматически, будучи членом Всемирной организации здравоохранения, ООН и так далее, все конвенции о правах человека, о правах ребенка, о правах пациентов и так далее. Вот этот вопрос, который ты, ну вот эта ситуация в Мерефе, да, там, Легчугуеве, который ты рассказываешь, который, оказывается, уже 10 лет работает, и Харьков каким-то боком, там, краем обошла. Там как? Там тоже люди выбирают себе семейного врача? Будут же врача? Будут, смотри, да, но если это уже работает, это сейчас, как мы скажем так, мы разрешаем выбрать врача, но, тем не менее, они, ну, они имеют руководство, да, больницы, не больницы, а центры надания допомоги, они все-таки связаны вот этим очень жестким, очень негибким законодательством, да. На самом деле, пардон, что я опять скаканул, но, тем не менее, в рамках нашего существующего законодательства можно делать очень много вещей, в том числе автономизировать предприятия, отпускать их на свободу. Вот что произошло там? Кто-то должен делать? Кто-то дает разрешение? Да, громада районная рада моя проголосовала, от чего я его на проголосовал. Но это такая процедура, от которой можно взвыть, от которой просто можно раздрать на себе волосы. На самом деле, она такая, потому что было серьезное сопротивление, недоверие. Но если бы люди понимали, что в этом нет никакой угрозы, а наоборот масса возможностей открывается, то эта процедура была бы совершенно штатной и обычной. Так как они на каждом заседании райсовета, горсовета голосуют за какие-то дела городские. Понимаете, давайте поговорим про автономизацию. Сейчас я вот эту реплику скажу, но здесь юристы больше бы рассказали, я так на хлопский розум на пальцах. У нас в области 1, 2, 3, 4, это 5-е, Чугов 5 автономизированных медучреждений. Вот ункоцентр областной и 3 медучреждения, это Купинск, Золочев и 6 на Б. Я все время забываю, пусть простят меня его жители, еще что-то. То есть там есть вот этот центр на Даня, ЦБ. Вот это вот центр на Даня, первичное медико-санитарное дополнение. И вот как мне говорят юристы, понимаешь, они все автономизировались по-другому. Ну, в смысле, по-разному. Нет, это не то, что обходят, это законный путь, он легальный, все. Но для этого каждый раз нужно было придумать какую-то отдельную схему, да, очень дорогостоящую, очень вот украинских населений, это слово как кулом. Там очень серьезно, и сразу вопрос о правоприемности в Майдане. Правоприемности. Да, то есть кто-то очень хотел это сделать, занимался этим вопросом. Понимаешь, что сейчас происходит с Чугуевым. Вот их районный совет принял, слава богу, 7 марта, он еще проголосовал за автономизацию этого центра. Сейчас они, ну, они вообще смелые люди, на самом деле, вот сейчас они будут проходить эту процедуру автономизации, да, переходный период и так далее. И они вынуждены платить сумасшедшие, в общем-то, для них деньги, ну, для громады, да, за там печати, лицензии, за переоценку активов, за реинвентаризацию и так далее, и так далее. Если бы этот закон, а он висит вообще-то уже полтора года в Верховной Раде, да, он принят пока в первом только чтении, когда он будет принят непрогнозируемо, и он принят, это компромиссный вариант, он тоже вот, ну, не тот, который должен был бы быть. Ну, окей, это ставим когда-нибудь на разговор для юристов. Вот если бы его приняли, наконец-то, в том виде, в котором он должен быть, эта процедура, она была бы, ну, очень простой. Вот есть, ну, есть схема, действуйте по этой схеме, все законно, все понятно, все прописано. То есть не надо каждый раз тратить деньги громады на то, чтобы изобрести новый велосипед под конкретную, там, конкретную ситуацию, и вот это вот, ну, как бы пойти и пойти, и пойти. А все говорят, а что у нас такая автономизация? А зачем это? А никто не понимает. Значит, надо хлопать глазами от ужаса, ну, не понимать, что это. Ну, это же очень, ну, очень простые вещи, да, грубо говоря, начиная от того, что это медицинское учреждение сможет получать дополнительные деньги законным путем. Инвесторы, гранты, частные доноры. Ну, кого найдут, то есть они уже будут мотивированы искать. Это значит, что, ну, ты, ты становишься, там, участником хозяйственной деятельности в широком смысле этого слова, и ты можешь, опять же, оказывать, ну, расширенный спектр услуг, ты можешь иметь несколько счетов, что сегодня ты имеешь, например, там, счет в казначействе, и ты не можешь, не имеешь права деньги менять, там, и перебрасывать с одного стати бюджета в другой. Автономизировано предприятие, имеет глобальный бюджет, и ты можешь в рамках этого бюджета, ну, распоряжаться деньгами самостоятельно. Понимаете? Поэтому это огромная возможность, это, это можно, вопрос кадровой политики решать самостоятельно. То есть, ну, видеть, кто тебе нужен, расширять, например. Что тебе реально нужно? Нужен ли тебе гинеколог или невролог? Как вот, Роман Моробян когда-то говорил, почему какая-то тетка из какого-то здрав-здрав-здрав-здрава, которая в жизни не видела моих детей, должна решать, что я для них должен купить? Нет. Ну, моих детей, в смысле, в центре, да, там, как называется, дом ребенка, да, не важно. Ну, точно так же, вот, там, главврач любого этого учреждения, да, он, ну, как бы, он сейчас, вот, возвращаясь к вопросу о феодальной зависимости, вот ему, вот, он вот так вот живет примерно, да, у него... Ну, главврачи тоже разные бывают. Не-не-не, понятно. Ну, дело не в этом, они поставлены в условиях, там, тарифные платные сетки. И знаешь, почему с автономизацией тоже проблема? Почему не пускают этот закон? Потому что с этой минуты тебе приходит прямая субвенция на больницу, и ты сам уже заказываешь те лекарства, которые... Еду заказываешь через прозору, ты начинаешь экономить деньги, потому что хочешь оставить больше денег на лекарства, на мотивацию врачей, на ремонт, еще что-то. Правильно ли я понимаю, что этот врач или главврач, вот это медучреждение, он практически независим, становится независим от какой-то вертикали. В хорошем, высшем смысле этого слова. Да, вертикали, городской там или какой-то. Бизнесом, который... Самое страшное, что у нас сейчас есть. Который, ну, для тебя, ну, как для пациента бесплатен, ты как ходил получать у своего семейного врача бесплатно, вот так ходишь. Это не бизнес-менеджмент. Нет, это, ну, давайте назвать это словом, ну, неважно, бизнес-менеджмент, главное это... Смотри, есть советская плановая экономика, да, которая, ну, как бы, вроде бы как... Ты не несешь ответственности, не за что. Вроде бы как умерла, ты ни за что не несешь ответственности, тебе там спустили что-то сверху, ты тут это подхватил. Вот, а есть как бы, ну, нормальная модель свободного рынка, да, и, ну, в которой, в общем-то, ну, как бы... Кто учреждает такие клиники? Вот мы говорим о каких-то... Ну, то есть мы начали с того, что есть, допустим, семейные врачи, которые собрались там в какую-то там компанию, да, решили открыть, там, скинуться, нанять какие-то... Ну, тут, кстати, интересный момент, и здесь, ну, для меня, например, не все понятно, потому что... Что именно? Сейчас расскажу. Для меня понятны две истории. Первая история, которая для меня понятна, это когда врачи-фопы, да, то есть физично особая предприемость, вот вы там один или лучше, чтобы у вас было трое, четверо, чтобы вы несли совместно тракты на коммунальные услуги, там, бухгалтера, администратора и так далее, и так далее. Вот вы создали эту практику, и громада решила, что она хочет работать с вами, да, это возможная, как бы, история, вот она вам там сдала в аренду помещения, ну, либо как-то по-другому его арендовали, там, национальные закупивальные кукла в взламую угоду, через кем-венуклаву угоду, через громадую угловую угоду. Не-не-не-не, с врачом или с цыпом и жду. Вы получаете вот эти государственные деньги, как фопы, но от государства, от государства ваш заказчик, это мне понятная история. Понятная мне история, когда есть ЦПМСД, то есть это центр первоочной медико-санитарной допомоги, который сейчас тоже, как бы, что с ним должно произойти в конечном итоге? Он должен превратиться в такой центр управления полетами, то есть он должен стать для своих врачей, ну, не начальником, а такой, ну, диспетчерской, координационной формы. То есть, ну, на самом деле, финальная же, ну, как бы, мечта, да, и цель, и идея какая? Вот почему это... Какая? Вот. Вот смотри, вот почему я вспоминаю эту амбулаторию на зачуговке или, например, аналогичную амбулаторию, там, у моей мамы под домом в Кривом Роге. Зачем мне вот эта огромная поликлиника непонятная, в которой в одни кабинеты ты не можешь попасть, потому что там дикие очереди, а вторые пустуют, туда никто никогда не ходит, потому что там боятся этих врачей, мы все это отапливаем. Она находится в часовой доступности от меня, если мы можем создать сеть этих мелких амбулаторий близко, ну, как бы, в пешей доступности от дома, на микрорайонах, я в него прихожу, как мне удобно и так далее. А ЦПМСД в данном случае, да, оно выступает, ну, структурой, которая помогает им вести свою, ну, хозяйственную деятельность, да. Но это может быть и отдельно, ну, и здание, и тоже помимо операционной такой деятельности, и там в ЦПМСД могут работать врачи. Да, можно прием проводить, да. Потому что предусматривает, что вот не хочет врач становиться фобом, куда ему идти. Может работать ЦПМСД на зарплате. Вот смотри, вот тоже давай посмотрим ЦПМСД, если вот грамотный, уважаемый врач, лидер, да, говорит, ребята, давайте не будем сейчас расходиться, вот у вас 12 человек, давайте 12 на 2 умножим, да, это 24 тысячи. 24 на 240. Это что мы сейчас нашим, ну, людей. Да, и у нас с вами получается одна практика. Мы можем организовать выезды, мы можем организовать патронаж тяжелых пациентов палеоактивных, мы можем с вами таким образом организовать работу, что, ну, просто все будут счастливы. И мы будем держать вот этот весь пул пациентов, клиентов возле себя, потому что мы правильно организуем услуги, да. Но, станет вопрос по поводу удаленных районов. Действительно, вот в удаленных районах, где там далеко ехать, лучше сделать вот эти вот амбулатории. И эти амбулатории также могут, в принципе, быть привязаны операционно к этому ЦПМСД. Не вернемся мы опять к какой-то централизации. Скажите, хорошо, а как у нас существуют бизнесы, как у нас существуют клиники, как у нас существуют филиалы? Ну, это монополия, как бы мы же хотим уйти от монополии. Почему это монополия? Это не монополия. Понимаешь, какая ситуация? А если соберется из-за них еще 12 врачей, если хотят еще у нас? Любая компания, вот любая компания. Да, пожалуйста, прекрасно. И это создает модель свободного рынка и конкуренцию. Брать, вот смотрите, вот по поводу монополии, еще раз, Ивана сказала главную вещь. Это ЦПМСД становится не столько там руководителем, управителем, а помощником и партнером. Потому что в конечном итоге идут на врача этот самый, если я ФОП, я таки решился, что я буду ФОП, я не хочу в монополии быть, да, то будут со мной лично подписывать угоду этот самый, национальный центр закупивания. И получается, что я, как руководитель, я буду заинтересован, чтобы у меня работали приличные, нормальные люди. Понимаешь, вот разница в чем? Сегодня мне нужно, чтобы у меня были покорные люди, молчаливые люди, которые бы выполняли мою волю. Плюс еще не забываем, что медицина – это очень мощный электоральный ресурс. Когда и врачей сгоняли, и так далее, и пациенты, которые находились, все это рушится. Вот почему много врагов у реформы? Все это рушится. И когда у тебя, даже когда ты ЦПМСД автономизирована, уже тобой невозможно так управлять. Понимаете, если говорить про автономизацию крупных клиник, все это мультиплицируется, умножается, но, как показала автономизация у наших соседей, то действительно можно нарваться не на очень порядочного главврача. До этого сегодня обсуждается вопрос, что нужны наглядовые рады, наблюдательные советы из представителей громад, пациентских организаций, уважаемых людей, докторов. Вот очень важный момент. Во-первых, объединение врачей в некие, ну пусть это будет не советское слово, профсоюз, а в некие коалиции, когда они могут защищать свои права. Есть прекрасные немецкие аналоги, врачебные ассоциации, которые, извини, что я перебила, это возвращаясь к тому, о чем Андрей уже говорил час назад, когда тебя фактически аккредитуют, подтверждают твою компетентность, не тетя из облздрава, а коллега-врач, и вход в профессию как у юриста, как у адвоката. Да, у адвоката уже что-то. Да, вот коллегия, ты можешь произвести вход в профессию только через коллегию. Ну это же работало, извините, в Царской России, там в Харькове до революции было несколько медицинских таких, да, ассоциаций с вообще крупнейшими врачами, у которых были крупнейшие медицинские практики, и это были такие закрытые клумбы вообще, это было супер престижные вообще такие объединения туда попасть. Которая должна стать престижной, наконец-то. Ну, то есть, честно, я когда узнала, какая зарплата у врача в поликлинике, вот в нашей в Харьковской, не в Чугуйской, где там по-другому уже все, ну мне стало очень, ну очень страшно. То есть, кроме того, что мне стало больно, мне стало страшно, я, ну, я не представляю себе, то есть, тут надо либо обладать каким-то невероятным романтизмом на грани святости для того, чтобы за эти деньги. Нет, просто берут все деньги и все. Либо, вот, по честному, они романтизируются. У всех это получается, у кого-то есть муж, у кого-то есть дети, понимаете, и потом, сколько бы на участке не пытались брать денег, вам много никогда никто не даст, это все равно не те деньги. И ты все равно существуешь на 3 копейки, даже когда ты берешь. Которых достоин врач. Но самое же страшное, это же все унижение. Ну, понимаете, вот... Обоюдно. Так, унижение как раз с точки зрения вот этой вертикали жесткой, которая существует в поликлиниках. Здесь главврач, где надо там по этой вертикали всем раздать. Ну, в поликлиниках, может, не так. Здесь управление этим же, как он называется, господи, админресурс, когда используют вообще, выйти на митинги, да, там, отменить прием, потому что надо где-то там убрать листья. Вот прямо очень страшно, когда на каких-нибудь там конференциях по этому всему поводу звучит вот от наших коллег из Харьковской экспертной группы там фраза про то, что врач должен стать представителем свободной профессии, да, а среди чиновничного аппарата начинаются шуточки про «Ой, не знаем, что такое свободная профессия». Для них это непонятная история, почему врач – это человек свободной профессии, да, как это оно существует во всем мире, как это врач не кабальный, не крепостной, а человек, который сам распоряжается своей судьбой. Как это такое может быть? Ну да, да. Знаете, опять же, что утеряно в нашей медицине было, ну, снивелировано. Ведь, по большому счету, почему свободная профессия? Потому что, если меня уже выбрал пациент, то в мои отношения с пациентом никто не имеет права вмешаться. И потому что мои отношения, они как раз базируются на взаимном доверии, на формировании, ну, определенного сотрудничества и терапевтического сотрудничества, когда действительно пациент принимает, ну, определенное, мое видение проблемы, мое видение, например, образа жизни. Что-то выгодно обоим. Да, мы каким-то образом приходим к единой точке зрения. И получается, что у нас, к сожалению, да, на сегодняшний день, ну, я это все переживал, про пенициллин, да. Ну, расскажет мне свою историю. Моя старшая сестра сказала, ты не имеешь права назначить такое количество антибиотиков, потому что иначе мы израсходуем быстро весь месячный запас антибиотиков в реанимации. То есть, понимаете, мне, молодому врачу, медицинская сестра, ну, по сути дела, распоряжалась моими назначениями, да. Или может, например, прийти кто-то, и чиновник, или главный врач, или начмед, или еще кто-то. И, как это было у меня, например, при пациенте, который зашел сделать, они лежали у меня в реанимации, в период новорожденности был, там сепсис был, и он пришел забрать снимки, потому что, ну, продолжал делать снимки в больнице. И зашел ко мне поговорить два слова, и тут заходит новый главный врач, начинает кричать, унижать меня, и кричать на меня, ну, это недопустимые вещи, на самом деле, понимаете? После этого я понял, что там работать не буду, но... Недопустимые, но, к сожалению, многие воспринимаемые, многими воспринимаемые, как нормальные. Как обычные вещи, да. То есть, ну, это вопрос культуры, это вопрос действительно какой-то, ну, внутреннего достоинства, в конце концов. Но оно должно быть, ну, это нужно вернуть в отношения. Потому что... Ну, тут вообще, даже, знаете, очень... Ну, мне мечтается вернуть, в принципе, в наш обиход институт репутации. Это возможно через кузин, кстати. Который утерян иногда, кажется, безвозвратно. Ну, вот обычного слушателя фраза «Никто не вмешивается в мои отношения с пациентом», да, звучит немножко угрожающе. Нет. Нет, для слушателя она так и звучит, потому что, ну, как же, что же бесконтрольность, да? Вот что дает нам механизм контроля? Ну, почему, послушайте, ну, вот... Ну, это как голова устроена у обычного слушателя. Ну, необычного. Обычные слушатели не знают слова «протокол». Слушайте, да все начинается с того, что нет информации вообще об этом. Дело все в том, что, понимаешь, какая ситуация... Я просто повторюсь очень фразу, что пара врач-пациент, она сакральна по своей сути. Должна быть. Должна быть. И для того, чтобы состоялась вот эта магия, для того, чтобы работало слово, для того, чтобы работала энергия, для того, чтобы работали лекарства иначе. То есть это должно быть доверие. Я исследование, обычное, банальное исследование. Один и тот же врач прописывал одни и те же лекарства двум группам людей. И он доверие, да, и недоверие. Двум группам людей. Даже не про доверие идет речь. Двум группам людей с одними диагнозами. Вот. Просто в одном случае он разговаривал полчаса с пациентами, а в другом он молча это делал. Так вот, процесс выздоровления и результаты здесь были в 30% лучше, чем там, где он просто молчал. Я, кстати, на себе это четко знаю. Когда я не понимаю, как это работает. 50% зависит от того, доверяю ли я человеку, с которым говорю, и более того, понимаю ли я, что он делает. И на самом деле, тогда возникает вопрос, когда это все выстраивается. Я несу ответственность, я понимаю. Я привлекаю консультанта, я привлекаю это самое. Я реагирую на твой вопрос. Вот ты мне говоришь, Андрей, что-то меня беспокоит, что-то я волнуюсь. Я уже не просто там проигнорирую, да. Надо обратить на это внимание, куда-то отправить. Но если у меня есть с тобой отношения, и кто-то приходит и начинает их разрушать, или, например, в твоем присутствии начинает меня множить на ноль, да, это недопустимые вещи в профессии. Ну. Есть задумки, или, может быть, там, в планах, или, я не знаю, или, может, я идею подкину? Ну, какие-то вот, ну, что-то, касающееся этического контроля, этического поведения врача. В нас есть в Украине принятый уже цикаво. Этичный кодекс украинского лекаря. Это очень интересное вопрос. Потому что, вот это было принято в Евпатории руки впиять тому. Все складывается в Евпаторию. Меня 10 лет назад, 15 лет назад, очень сильно стал вопрос интересовать именно морали и этического кодекса. Есть, опять же, Всемирная медицинская ассоциация, у них есть Международный этический кодекс врача. Это документ на одну страничку А4, там, что-то около 12 или 14 пунктов. Потом на мои глаза попадается этический кодекс российского врача. Это документ уже 8 страничек. Как вы думаете, сколько документ украинский кодекс? 42. Нет, там около 16. 15-16. То есть, по... То есть, вот это, кстати, очень, ну, символично, почему у нас все время вот так происходит. Мы сами себе усложняем жизнь, потому что мы никому не верим, не доверяем, да, и поэтому мы пытаемся в этическом кодексе прописать все, причем там ушли очень много... То есть, рассыпалось в итоге все. Рассыпалось все. Все рассыпалось. Рассыпалось все. И вы можете найти этот документ, кстати, в НЭТе, и я считаю, что об этом надо говорить, и это обязательно должно присутствовать, ну, в нашем хотя бы медийном пространстве. Мы можем посвятить передачу, взять вот так по пунктам и обсудить каждый пункт, ну, международного. Международного. Ну, и нашего тут. Ты знаешь, у меня, как всегда, история из Фейсбука. Помнишь, ну, там месяца два назад гуляла такая вывеска в одной из киевских, по-моему, политик, ну, не вывеска, как это обычно водится, бумажка там распечатка, что помните, пациент, это вам тут не клиент, и доктор всегда прав. Я не помню там чутких формулировок, но лично там шла о том, что вы не клиент, не надо тут нам права свои качать и вообще какие там права. Вот доктор, художник, он так видит, все. Вот. Ну, и вот это, конечно, ну, это какой-то караул. Вот смотрите, сострадание, ну, как бы, это то наше качество человеческое, которое единственное, что отличает нас от животных. Ну, то есть по большому счету. Но это же вот такая категория, которая, ну, где-то рядом, но с определенным ценностным уровнем человека, ну, там, духовным началом, которое у каждого человека есть на каком-то уровне, да, и этическим, и моральным. Вот. Вопрос, куда это делается с профессией? Я просто хочу сказать, что у меня такое ощущение, что врачи этим немножечко даже бравируют, тем, что они должны быть циничны, иначе сострадание мешает им, так сказать, работать хладнокровно. Если человек не в состоянии себя поставить на место другого человека, ну, я не говорю, что нужно умереть, но хотя бы поставить. И это на самом деле является часть профессии. Потому что это обязательная часть, потому что именно из этой ситуации у тебя появляется определенная мотивация помочь. Потому что ты бы не хотел, чтобы с тобой так было. Ты бы хотел обязательно в этой ситуации, в подобной ситуации, чтобы с тобой поступили к каким-то там соответствующим. Вот это вот чувство, вообще оно касается всех сфер нашей жизни. Куда бы я ни пришла, где-то не столкнулась бы с каким-то, я не знаю, там, с коммунальщиками, или там с паспортисткой, еще с кем-то. У меня всегда такое ощущение, что у нас абсолютно односторонняя связь. И мне всегда хочется сказать, знаешь, почему? Что над всеми нами работали кинологи. Вы водили особую породу. Потому что ощущение, и я всегда думаю, ну окей, хорошо. Я там, вы занимаетесь там своими паспортными делами. Я к вам пришла, и я для вас там стенка. Ну и откуда вы знаете, чем занимаюсь я? Вы же точно так же можете ко мне прийти и точно так же упереться в стенку. Нарваться на такую же стенку. Да, почему никто не думает. Знаете, где, может быть, растут корни, может быть. Обоюдном таком взаимодействии. Да, то есть у нас нет сообщества нашего. То есть, ну по большому счету, вот горе, общее горе и страх за судьбу детей своих, собственно, объединил нас на время. Да? Как объединил, так и разъединил. Разъединил. То есть мы были еще три года назад свидетелями, ну чудо просто, да, среди... Заходы. ...украинского общества. В общем, да, будем на детстве, что далеко не еще. А знаете, где может быть вот такого, ну достаточно грубого и жесткого отношения к корне? Я, верите, в 10 классе, в газете «Комсомольская правда». Я прочитал как раз небольшую статью о медицине, где автор поднимал вопрос о том, почему есть редкие, очень редкие, но достаточно устойчивые модели поведения в медицине советской, недопустимые, конечно, когда медперсонал достаточно груб и хамовит. А объяснили она тем, что когда вы добрые, сострадательные, сочувственные люди, так быстро к этому привыкают, ты воспринимаешься как норма. А когда вы стоите на шлагбауме, говорить, не пущать, не так далее, чем больше грубого отношения, тем, оказывается, больше идет дат. Ну и плюс еще хочется позаискивать, да, а вдруг улыбнется, а вдруг там взгляд поймать, а вдруг как-то не... Задобрить как-то. Задобрить, богом, да. Речь не идет сейчас только о медицине, в принципе. Да, да. Ты знаешь, мне кажется, что вот эта вот ситуация, она, ну, как ты говоришь, везде, да, хоть в паспортном столе, хоть... Это как-то показательное собрание женщин специфического характера. Она же упирается в рабство. Это вот, ну, неважно, мы берем там паспортиста, зажатого этой системой, или там врача в регистратуру, или ЖЭКа, или уборщицу в школе. Вот она получает тысячу гривен, ее никто не уважает, в лучшем случае там, да. И все, что у нее есть, это ее швабра и громкий голос. И, ну, вот момент счастья в ее жизни, да, выйти вот на секунду из этого рабства и повлечь в рабство, ну, и завести в рабство тебя, и сказать, шо ты тут ходишь по копаному, там, чипомытому и так далее, да. Или вот момент выхода, ну, и такого возвеличивания не очень успешного врача, да, это сказать для тебя, а это тут не для вас женщина написана. То есть все, и тут уже магия, какая-то мистерия, вот она что-то такое. Ну, это сакральность власти вообще, или сакральность чиновника. То, что у нас никак не рассыто, мы никак не разрушим. Понимаешь, потому что, ну, вот когда ты в рабстве, тебе обязательно нужно все-таки в рабство, ну, вовлекать, ну, вовлекать и других. Это как, ну, это как вирус такой. Отсюда нетерпимость, отсюда желание вперед. Вот если вернуться к врачам, я просто не знаю, как, ну, я действительно не знаю, из чего состоит медицинская подготовка. Ну, возможно, есть какие-то специальные предметы, или учат, там, психологи, врачи, как общаться с пациентом. Кстати, не очень, не очень, да. У нас была такая деонтология, несколько часов мы говорили, ну, в основном, это, честно говоря, я помню слово деонтология, это о взаимоотношениях, там, врачей с врачами, врачей с пациентами, но я так и не помню. Как называлась, да? Деонтология. Деонтология. Кстати, вот в Израиле, сейчас рассказывали мне, там, про Канаду, рассказывали мне про Германию, у них на входе, на вступительных экзаменах, на входе, они обязательно принимают некий экзамен и проводят тестирование по твоей психологической подготовленности к профессию. Это очень, очень серьезная... Можно ли тебе к людям просто сказать? Да, ну, чтобы ты сам понимал, можно ли тебе к людям, потому что романтика, романтика, но в конечном итоге человек, который идет в эту профессию, должен понимать, что это очень сложная специальность и в частности, потому что нужно с людьми работать. Вот, поэтому, на самом деле, в наших вузах этому не уделяется внимания, ну, никакого. Я могу сказать... Ну, вот это вы отношения, раз это не важно по профессии. И, понимаете, я вам честно сказать, я вспоминаю свое студенчество, так вот, в сравнении с другими вузами, наш университет имел самое жесткое отношение и такое непримиримое отношение к студентам, и это, прежде всего, например, выражалось в отношении к беременным женщинам. Казалось бы, медуниверситет... Беременным студенткам? Беременным студенткам. Ну, как раньше было? А потом оно передается в женские консультации. Это было практически на всех курсах, то есть все попадали на первый курс, секса же не было никакого, так или иначе, общаги, тесные какой-то контакты, дискотеки и все остальное. В общем, секса не было даже у тех, кто женихся. В общем, к третьему курсу половина курса выходит замуж, а к пятому, к шестому курсу половина из них уже имели детей. Я один из примеров. В медицинском обычно выходили замуж за военных каких-либо? Ну, это уже когда надо было к окончанию, уже надо было что-то изрубить. Уже выходили замуж за военным. Поэтому, конечно, вопрос образования и отношения, ну, прежде всего, проекция к студентам. То есть это будущие коллеги. Это моя обязанность старшего наставника научить молодежь, с чего начинается настоящая клятва Гиппократа. Я там богом, это самое, асклепия, панацея и так далее, клянусь чтить своего учителя и детей своего учителя, и научить их обязательно тому, чему меня научил учитель, и предоставлять ему кровь и еду. В общем, короче говоря, учитель – это все. А на сегодняшний день институт наставничества и обучения. Сегодня студент поступает, он уже конкурент. Сегодня попасть в операционную, попасть к пациенту, посмотреть пациента – это же проблема на самом деле. То есть современный, ну, среднестатистический студент… Ну, в смысле практику, да? Практику получить. Я застал то время, когда мы попадали… Я в институте работал медбратом, санитаром, я потом… Мы попадали в ту среду, где действительно было у кого учиться, и где люди с удовольствием делились своим опытом. С удовольствием делились. Слушайте, ну отсюда же вот эта проблема, когда человек уходит, там ему уже бог знает сколько лет, ну, научи, оставь же после себя ученика, там, передай же эти знания, там, вырасти приемника. А если он тебя подсидит до того, как ты готова… Это же достаточно, вот особенно вот в этих больницах низкого направления. А потому что в нашей системе, в нашей системе, вот не случайно, смотрите, не случайно Гиппократ поставил уважение к учителю на первое место. Потому что на самом деле кинуть своего учителя или кинуть своего партнера – это такой вид спорта, особенно у нас на постсоветском пространстве, в нашей стране. Гиппократ что-то знал. Гиппократ что-то знал. Наверное, это слабое место любого человека. Когда человек вдруг понимает, что он бог стал, и он начинает смотреть свысока на своего учителя, да? Мне кажется, что это как раз вытекает из той проблемы рабства, о которой мы говорили. Потому что когда он 6 лет… Раб? Учитель гнобил. Так это же уже не учитель, это же в том-то и дело, это препод гнобил. А настоящий учитель, наоборот, тебя ведет, он тебя сопровождает. Слушай, если такое есть. Нет, это опять же приводит к тому, что у нас не только институт репутации, как Наша говорила, уничтожен у нас институт этики, в принципе. Ну да, мы об этом говорим. Так это, понимаете, если говорить, откуда вырастет, ну, как бы, этичный врач, этичный юрист, этичный чиновник, паспортист, если почва абсолютно не предусматривает это. Слушайте, ну, я вот сегодня смотрю на то, что происходит вокруг, да, там, не знаю, в телеке, там, в каких-то кабинетах или еще где-то в нашей жизни. Я думаю, боже мой, нет, боже мой, нас же учат в школе-то совершенно другому. Детей-то учат, я детей учу, и вообще, в принципе, я уверена, что этих людей точно так же учили, что хорошо, что плохо. И тут мы указываемся в ситуации, как негативная диссонанс, когда плохо выносится чуть ли не на, там, пьедесталок. Смотрите, есть разный момент. Недавно по интернету прошла статья, великолепная статья, что человек так устроен, что он, в принципе, ну, если он сам не захочет, то ему ни факты, ни доказательства, ничего, вообще не указ. И слово учили, рассказывали, это одно, ну, а то, что люди выходили в жизнь и видели в семьях, и видели в обществе, вот это было истинное право. Разрыв учебы с реальностью. Сейчас вернемся в школу и будем говорить, или в институты, и говорить о том, что наше образование от реальности максимально оторвано. У нас есть теория, да, но практически нет практики. Ну, кстати, чтобы коду уже, да, какую-то такую этому всему сделать, вот... Типа режиме? Да, и еще не резюме, я думаю, что мы же, в общем, еще соберемся, у вас же есть еще пироги на следующие наши встречи. Да, регулярность у пирогов у нас есть, да, определенная. Все-таки вот вопрос образования и вопрос проще. С какого такого Марса нам должны завести этих новых семейных врачей? Ну, что делать? Я вижу, я вижу только такой выход. Вот смотрите, давайте с вами вернемся в 1805-й год. Открутил. Я там не вручусь. Университет наш открылся. Как даже открывался университет? Как его запустили? Кто его запустил? Ну, Александр приехал, да, запустил? Нет. А, Каразин? Да, Каразин. Ну, Александр Ленточка перенесал. Ну, да, торжественную часть и ставим Александру. Кто начал учить? Кто были первые преподаватели? Врачи тоже были медицинские. Кто эти были люди? Нинти. Все как они. Все были, приехала, я вот сейчас могу ошибиться, 26 или 16. Это Макс Розенфейд рассказывал, ему можно верить. Вот. Приехали со своими семьями и начали преподавать. Так создавалась школа. А с врачами я угадала или нет? Медицинский факультет позже, по-моему, организовался. Вот, смотрите, так или иначе, сегодня там в армию приезжают инструкторы из Канады, из Польши и так далее, учат, рассказывают, объясняют. Единственное, нужно тут нам, в чем здесь нюанс? Вот, если то, что у нас нет армии, мы признали, да, у нас нет там каких-то институтов, мы признали. С этим надо согласиться. То есть нам надо согласиться с тем, что для того, чтобы качественно поменять медицину, нам нужно принять тот факт, что у нас не все гладко. Давайте, ну, априори скажем так, вот, в принципе, несмотря на то, что у нас много проблем в медицине, но все равно это лучше, чем ее нет вообще. Ну, как-то работает. Ну, все равно. Как-то. Вот, как-то, да. Но если мы представим, скажем себе, нас вот это как-то не устраивает, мы хотим улучшить параметры, улучшить показатели, улучшить условия. И мы давайте признаем тот факт, что в некоторых других странах это сделали лучше, на системном уровне, потому что мне бросают иногда мои оппоненты, а чего это мы должны, если это написано на латинице, мы это должны читать и всему верить. То есть, это мне говорит человек, который не знает английского языка. Мало человек. А я, например, могу сказать ответственно, зная английский язык, что на сегодняшний день все новое, вся наука, все разработанное, то, что можно, вот, бери и пользуйся, намного эффективнее, чем мы привыкли, оно все там. Я нечестно говорю, что там все системы медицинские, они идеальны. Любая страна, в любой стране, спроси обывателя, я не доволен. Вот это проблема, там проблема есть, Америка там и так далее. То есть, системы нет. Считается, что более-менее к идеалу приближено Франция, Герланды, Австрия, Сингапур. Но это высокоресурсные, например, вещи. Но давайте мы хотя бы обсудим, ага, вот это вот идеал, вот это то, что мы можем сегодня сделать, но давайте мы это по уму сделаем. И будем двигаться дальше, добавляя какие-то шаги. Мы будем двигаться, наращивать объемы, и если люди увидят, что здесь есть реальные изменения, они с большим удовольствием будут доплачивать, они с большим удовольствием будут участвовать, но консолидированно в развитии медицины. Но они должны увидеть результат, а если мы будем сидеть и рассказывать, что нам ничего, нам не надо, мы тут все крутые, только дайте нам денег и не учите нас жить, вот, то тогда мы ничего не добьемся. Ну, либо говорить, что все плохо. Вот они плохие, потому что они плохо придумали. Подождите, а почему плохо придумали? А кто это они? Ну, чтобы они видите, ну, какая разница, мы, у нас же все мы, они. Есть какие-то они, которые плохо придумали, они хотят на субботу. Они хотят, они же смотреть, ну, сколько у нас на министра просто, я читаю, думаю, господи, ну, нормальный вообще человек, который просто получает информацию, ну, скажем так, не в информационном поле находящийся, занимающийся там какой-то своей работой, и потребляющий эту информацию из каких-то там всем понятных источников, в том числе из Фейсбука, можно просто поехать крышей. Ну, ты читаешь информацию, ну, просто абсолютно противоположную. И той, в принципе, можно верить, и этой можно верить. Слушайте, вот как раз, кстати, по поводу Фейсбука у меня есть… Только коротко. Очень коротко. Это приземленный очень вопрос, и я его прочитал три минуты назад в Фейсбуке, как раз по поводу медицины. Пока выходил. Нет, я уже здесь, я это по словам смотрел. Неважно. Вопрос в чем? А анализы, рентген, вот это все, за какой счет, за чей счет оно будет делаться? Если раньше это были поликлиники, то есть сейчас кто их будет делать? То же самое. То есть это останется в поликлинике? Да. Вот смотри, ресурсы никуда не делся, люди-то остались, лаборатории остались и так далее. Конечно, будут деньги перетекать. Часто этот вопрос обсуждается и решается, потому что, ну, на самом деле, какую-то часть денег из субвенции нужно будет, ну, переводить в эти исследования. Но мы говорим о том, что доктор может назначить, скажем, одно УЗИ, одно… Потому что сегодня есть государственные клиники, которые владеют всеми этими ресурсами, рентген-кабинетами, музея-аппаратами. И, естественно, ну, они пока еще обязаны обслуживать бесплатно. То есть семейный врач дает на управление? Будет сотрудничать с лабораториями, с исследовательскими центрами. Кто побогаче, покруче, может быть, обзаведется своим аппаратом УЗИ и так далее. Опять же… Опять же, если громада поддержит. Понимаете, ну, вот смотрите, учитывая, что все за все платят, вот хуже, чем есть, не будет. Даже, вот если не придержаться к этим моментам, вот оно начнется, да, доктора немножечко больше начнут зарабатывать деньги. Завтра этот народ скажет, ребята, вот вы уже рубите такие баблищи, а ничего вообще не меняется. А что там, мы там за рентген заплатили, там, 50 гривен. А что там, вот это сделали, а что мы вынуждены ездить. А ну-ка, ребята, давайте сядем, разберемся. И тот же представитель громады вызывает на ковер там докторов, говорит, ребята, нам обещали, что вы будете закрывать нам вот эту тему. Вот. А что же вы не закрываете, а что же вот народ недоволен. То есть это эволюция, это процесс. Вот я верю в логику. Если логично будет все работать, серьезно, то будут просто логично развиваться те процессы, которые должны развиваться. Лишнее просто оно отвалится. Да вот презумпция смысленности нехорошо, но она же не так, что будет работать. Не, ну, знаешь, так можно и в доме выходить. Почему она не работала? Потому что куда ни плюнь, везде были схемы. Поэтому покупалось не то оборудование. Покупалось, ну, в подвалы оборудования, некачественное. Покупалось много вещей и делалось, потому что действительно это было неосмысленно, это была какая-то экономическая целесообразность для кого-то. Если мы на сегодняшний день таки действительно дадим ответственность громадам, людям, главврачам, врачам, чтобы они решали вопрос обслуживания, выполнения своих функциональных обязанностей, и за это им будет отдан на откуп возможность распоряжаться финансами, вот я не уверен, что какой-то главный врач прям упакуется и сразу улетит на Мальдивы, понимаете? Ты знаешь, я это скажу. Потому что в любом случае у него все равно не будет таких ресурсов, как у наших депутатов и чиновников. Ну да. Ну, опять же, если его цель быть врачом. Ну, не у всех главврачей сейчас. А вы знаете, ну вот сегодня многие же главврачи, вот поверьте мне, вот ребята, вот поверьте, огромное количество людей из главврачей, ну внутри, когда они собирались, у них тоже были какие-то мысли, какие-то мечты, и не все из них, многие, я бы так сказал, они готовы будут включить эту осмысленность и логику для того, чтобы сделать рабочее место и сохранить себе рабочее место, сохранить коллектив и сделать нечто, что-то для нас с тобой дом-ребенка. Даже в условиях старых законов, но руководствуясь определенной логикой для людей, для детей, для персонала, сегодня это лидер в стране, да? Ну, очень хорошая, очень хорошая точка, на самом деле, правда, потому что мы, в принципе, и не планировали говорить о каких-то зрадах, мы планировали обсудить вот фактическое положение вещей на данный момент, вот, я бы еще, ну, во-первых, поблагодарила всех за нашу теплую компанию, да, и Ваня, пожалуйста, давай вот расскажем про, я не уверена, что мы успеем эту программу 24-го сделать, но 24-го будет очень важное событие. Можем нарезать. Да, быстренько нарезать. Я вообще не очень хочу это монтировать, мне кажется, ну, и смысл в том, чтобы это выходило без купюр. Да, даже с тем моментом, когда как будто бы я уже все выпила, но это на самом деле все не выпила. Так вообще, что ты в виде вылива. Ты это как будто бы и в виде это вылива. Расскажи буквально в двух словах, 24-е число – это великолепная ярмарка в Чугуеве, ярмарка… Как? Здоровье или как? Тщеславье, чуть не сказала я. Нет, на самом деле, потому что я уже выпила. Ярмарка, тщеславье здесь. Ярмарка, тщеславье здесь. Смотри, это такая очень классная задумка, такое наше ноу-хау. Под нами я имею в виду Харьковскую экспертную группу поддержки медреформы. Это такой святой от поведального здоровья, как мы это называем. Мы с вами очень долго говорили о том, что у человека есть право выбора, и он должен выбрать семейного врача и каким-то образом заключить с ним контракт. И как ты совершенно разумно два часа назад спрашивала, а как же узнать об этом врача? То есть есть сарафанное радио, это бабушка рассказала, можно Пенькову позвонить спросить, Пенькова, кто у нас там семейный врач хороший на районе. Но Пеньков уже замахает, всем отвечает на все звонки. Поэтому, как в общем в любом другом бизнесе, мы решили устроить ярмарку. Ярмарку здоровья, на которой придут все врачи района. Ну вот собственно Харьковская экспертная группа, это была ее идея, спасибо нас поддержала громада. И на самом деле сами врачи, эта идея показалась осмысленной, по крайней мере забавной. И логичной. Логичной, да. Ну кому забавная, кому логичная, знаешь, у каждого в общем-тообразные точки включения. Вот, и вот они все соберутся в Чугуеве, у них будут такие стенды, ну как на ярмарке, да. И каждого можно будет попробовать, подойти к врачу, познакомиться с ним, поздороваться, задать ему вопросы, посмотреть, как он на тебя реагирует. Вот это вот то, о чем Андрей говорил полчаса назад, да, что вот разные вещи по-разному работают, даже от тебя одни и те же препараты в зависимости от уровня доверия. Знаешь, как бывает, вот ты заходишь к врачу, а ты его не понимаешь, и он тебя не понимает, и у вас шутки разные, и вы, ну вы просто, ну вы, вот он инопланетянин, или ты для него инопланетянин. И ты понимаешь, что каким бы вообще прекрасным специалистом... Что является нормой. Да, он не был, вы с ним, ну вы с ним не сработаетесь, вы никогда не поймете друг друга. Кому-то, кого-то устраивает доктор Хаус, ему пофиг, как с ним обращаются, там, и так далее, ему главное, чтобы его, там, все, продемонстировали, вылечили. А кому-то надо, чтобы с ним потанцевали, да, так и сяк. Там, мне, например, очень важно, чтобы доктор со мной был в дистанционном контакте, чтобы я могла позвонить, а еще лучше написать, да. Написать в мессендере, доктор, который не способен ответить мне в фейсбуке, вот Пиньков не даст соврать, я допишу. Пиньков, я, конечно, уже по возрасту не ваш этот пациент, чуть-чуть, но вы же знаете, там, подскажите, да. Ну, а я так, так я даже написать своему семейному врачу, на самом деле, да, которому государство за меня платит, а не Андрею Юрьевичу, который по доброй воле мне отвечает. Вот, там, для Витьки, например, важно, чтобы там, ну, допустим, чтобы доктор его принимал после шести вечера, да. А для тебя важно, чтобы вы, там, территориально каким-то образом могли состыковаться и так далее. Поэтому, ну, как бы, идея в том, чтобы ты пришел, посмотрел на врача, пощупал его словесно, вот, задал ему какие-то вопросы, вопросы его отношения к каким-то вещам. Вот, Андрей Юрьевич рассказал прекрасную историю про, говорит, а я, говорит, спрашиваю, опять-таки поправьте меня, где я перебрешу, боюсь перебрешу. А что вы, говорит, какие антибиотики будете назначать ребенку до года при вирусноматите? И тут начинается, там, ну, или что там было? Вирусная инфекция. Ну, да. Ну, это провокационно. До года, а как давно болеет, что это? Подождите, подождите. Вирусная инфекция. Инфекция вирусная. Почему вы ищете в антибиотиках? Почему? Вот, придите на ярмарку, спросите врача, там, что он вам назначит при вирусной инфекции. С какой момент, да? Антибиотики в куче. Вот, ну, как бы, а чтобы было, ну, веселее, подлее. Скажите, как вы народ собираете на эту ярмарку? Вот, какими там, через какие каналы? А приехать, на самом деле, может, кто угодно, потому что, ну, как я уже говорила, как бы привязки географической нет. Ну, как реклама идет или что? Откуда люди знают, что можно прийти и выбрать? Конечно, в газете написано. Слушай, ну, мы в этом смысле, да, мы в этом смысле, как бы, ну, стараемся идти к аудитории так, в общем, как ей удобно, да? Теми путями, как я знаю. Мы прекрасно понимаем, что там бабушка в селе Каменная Руха, она в фейсбуке нашей не читает, вот, а вот Чугуевский вестник, она читает, и афишу у нее на магазине она читает. Ну, это, кстати, к вопросу про коммуникацию реформы, да, вообще про коммуникацию. Именно к этому вопросу. То есть давайте найдем те пути, где наша аудитория ходит, давайте общаться с бабушкой, понятным ей образом, давайте не писать бабушке в соцсетях. Тогда надо через радиоточки общаться. Это, между прочим, мега вещь, и, ну, как бы, спасибо, что у нас есть еще обл-радио, да, как бы мы там не хихикали про брехунец там на стене, вот, брехунец добивает до, ну, до куда угодно, да, и в каждой Каменной Руге, хотя Каменная Руга, это не так далеко, это рядом, на самом деле, ну, у меня очень... Я видел это сейчас, да, нет, мне название очень, мне очень нравится название, мне что-то такое романтичное есть, неважно. В общем, радио работает и так далее. Я хотела сказать, что, ну, чтобы как-то было веселее и бодрее, мы все-таки там сделаем еще какие-то презентации. А там танцы будут? Будут, да, обязательно будут танцы. Ну, на самом деле, это очень круто, когда прихожешь, например, врачу и танцы. Да, помимо, да, есть такой момент, немножечко возбудить врачей и, ну, их мотивировать к более проактивной позиции. Чтобы они сами заинтересовались. Показать, да, да. У нас же, в нашем обществе, командно-административном, у врача, как правило, модель поведения патерналистская. Ну, да. То есть я тут врач, я тут главный, я тут знаю лучше всего, и вы мне не указ. На самом деле, это очень, ну, на сегодняшний день непопулярная модель, если взять весь мир. Вот, да, скорее всего, самое эффективное и приемлемое, это как раз сотрудничество, это врачи, пациенты, партнеры. И как раз вот в такой непривножденной, ну, ярмарк, это событие, где должны быть, ну, различные там мероприятия, буду лекции там читать, кто захочет слушать, да. Но как раз вопрос в том, что создание вот этой вот, ну, взаимности и чего-то человечного, оно как раз позволит, может быть, быстрее начать в Чугуеве все процессы перемены. Очень интересно, так мы как-то этого не планировали, но оно же иногда, как это, повествование развивается параллельно с героем, да. Вот там даже вот по схеме получилась логика, ну, как логика реформы. То есть есть первый зал, в котором будут семейные врачи, да, к которым ты, это твой гейткипер, твоя точка входа, это тот, к кому ты первым приходишь. И есть второй зал, в котором будут консультации узких специалистов, да, кардиологов, неврологов, офтальмологов, там, и так далее, и так далее. Там что-то померять, с кем-то проконсультироваться, можно там кардиограмму свою принести, чтобы там врач... То есть, да, ну, вот как оно в жизни происходит? То есть хороший семейник, он же в 8 случаях из 10, он же справляется сам, ему, ну, не нужно отправлять на следующий уровень. Еще, кстати, очень клевая штука, так, чтобы уже вот мы с детей начинали, я детьми, да, там, попробую закончить. Кстати, по поводу вот студентов, да, образования, там, эмпатии и так далее, и сюда тоже, кстати, в МЕДе, в Харьковском, есть такая группа тоже сумасшедших студентов, по-хорошему, сумасшедших, они придумали такой проект, называется «Плюшевый доктор». Вот, то есть такая игра в поликлинику, где там детки приносят своих зайек ушастых плюшевых, или там, мишек, чебурашек, вот, и вы им там в игровой форме, они как-то проходят с этим зайцем эту процедуру, там, регистрации и так далее, то есть, чтобы разорвать вот этот, наверняка у него есть какое-нибудь там название, синдром белого халата или еще что-нибудь такое страшное, ну, чтобы научить ребенка не бояться, ну, не бояться врачей. Вот, и мне кажется, кстати говоря, что вот у этих детей, окей, не детей, у этих молодых специалистов, у этих студентов, которые вот этот проект придумали, да, которые, ну, попробовали как-то зайти другим путем, да, пощупать уже там через зайчика, через мишку этих детей, что вот у них как раз будет больше шансов, там, получить себе хорошую клиентуру, да, они будут уже относиться к ней как к клиентуре, они... Знаешь, вот я хочу сказать, в этой ситуации только лишь бы не сломались по пути. Кто-то сломается, ну, давайте так, давайте не быть вот этими, ну, пафосными оптимистами, обязательно кто-то сломается. Мне кажется, очень много сломается, но только по остальным... Прекрасно. Хорошо, я скажу по-другому, пусть их, чтобы их система не сломалась. Кто-то...你 система, кто-то сломается, кто-то перегорит, кто-то уйдет. Вить, ты юрист по образованию, да, занимается журналистикой. Ну, как бы окей, хорошо, ну, пошел, ну, то есть все, там, система здесь, в этой системе он не прижился. Кто-то не приживется в медицинской системе. Вот, надо просто, да, чтобы не система ломала человека, а человек ломал систему и делал ее более человекообразной. У меня последний вопрос. Не верю. Честно, все, я сказала последний вопрос. Окей, как, не у меня? может ли педиатр стать семейным врачом конечно так он уже и становится окей то есть может терапевт участковый может педиатр становиться сегодня это принято я благодарю нашего оператора романа а он заснул женю уже не мог найти я вообще благодарю вас чтобы это выдержание лично было очень интересно я хочу продолжить очень круто очень много подвешенного осталось да мы подвесили штуки которые которые есть смысл как-то раз разъяснять и дальше о них разговаривать но если бы могут во время но если бы мы не вставляли какие-то попутные штуки можно на самом деле выключать спасибо большое все мы закончили если бы мы уходили в стороны которые возникают в обдумывание этих ситуаций мы бы не проговаривали это важно на самом деле